После Кубка Еврокиан сказал, что тебе сделали зарплату 15 тысяч долларов. Ну честно, мне даже нечего комментировать здесь. Тоже многие говорили о том, что все, сейчас Батэ посыпется. Пересобрались, показали еще достойный 10, сколько там, 8 лет. Если бы был Антолий жив, то есть я не уверен, допустим, на 100%, что Батэ был бы на прежних позициях. Как такой вариант вообще мог появиться, потому что это Гонконг? Ну это тоже агенты позвонили, вот есть такая экзотика. А кто тебе звонил? Джокки Чан? Привет, друзья. Рад приветствовать вас на банке. Очередной наш выпуск с легендой футбола. Михаил Гернак, Виктор Кучинский, Даня Детко, Витя. Ну и друзья, у нас сегодня в гостях прямиком из Бреста. Приехал, говорит, что-то у вас тут в Минске прохладно, у нас потеплее, плюс 20. Дмитрий Мазалевский, Дим, привет. Добрый вечер, всех рад видеть. С удовольствием пообщаемся на все темы. Отлично. И вот самая главная тема, которая у всех возникла, где сейчас Дмитрий Мазалевский? Восполняя пробел воспитания детей, два года уже без работы получается. Были варианты трудоустройства, но я как бы их отмел. Где-то мне неинтересно было, где-то там условия не совпали. Но опять же, футболом еще хочется заниматься, детей можно тренировать. Поэтому надеюсь, что в будущем что-то появится. Сейчас один проект в Бресте зарождается. Надеюсь, что в течение месяца-полтора все запустится и все скоро узнаем. А про это можно говорить или пока еще? Можно, но это будет детская школа. У нас такая там будет схема, что мы как раз на окраине Бреста будем открывать филиалы. Но это не моя школа будет, это мой знакомый открывает. Он спросил, интересно мне будет с детьми поработать. Я дал согласие. Это какая-то частная франшиза, частная школа будет? Да, частная школа будет. Они еще тренеров обратились, я с удовольствием дам ответ. Сказал, да. Никаких вопросов. Поэтому осталось чуть-чуть подождать. А какие варианты вообще были? В белорусском чемпионате? Да, все, конечно, в белорусском чемпионате и все по первой лиге. У меня, знаешь, какой вопрос? Брестская Динамо, ты, по сути говоря, легенда брестского футбола. Почему ты не в Брестском Динамо? Это вопрос не ко мне, если честно. Ну, то есть неужели тебя не звали? Нет. Ну, вот после того, когда расстался, после того, как ушел из команды, в 22-м, правильно? Да, в мае. В 22-м году. После этого все… Нет, не было предложения. Без предложений. А еще, знаешь, какой вопрос? А ты мог бы остаться тогда? То есть, я так понимаю, что ты ушел вслед за Ковальчиком, но ты принял такое решение, да? Да, мы приняли решение всем штабом уйти. Я уходил, как лично моя была инициатива, в плане, что я был солидарен с главным тренером. Мы не выполнили задачу, которая стояла, они очень хорошо играли и решили все вместе уйти. Жалел? Может быть, первое время жалел, но уже столько времени прошло и жалеть о том, что было и принято было решение. То есть, я для себя принял такое решение, что я поступаю по-мужски и ухожу вместе со всеми. Поэтому, честно, мне было бы одному остаться в штабе, при том, что про Ковальчик ушли, было бы совсем неловко и не по себе. Ну, это мое личное мнение. Может, кто-то другой бы по-другому поступил, но мне было бы тяжело остаться. Интересно, следишь ли ты сейчас вообще за Брестском Динамо, за клубом? Да, конечно, слежу. Не на все игры, конечно, хожу, но интересуюсь. Там же еще много знакомых играет. И штабер работает, поэтому информацию все знаю. Брестское Динамо в этом сезоне может за медаль зацепиться или нет? Ну, это очень сложный вопрос. Опять же, сколько? Четыре тура, да? Три тура сыграли всего лишь. Тяжело говорить. Надо хотя бы, чтобы туров десять сыграли. Я думаю, тогда будет понятно. Но сейчас-то Динамо выглядит хорошо. То есть, особенно сравнивая с прошлым годом, когда, казалось бы, тоже состав мощный, а ничего не получается. А сейчас как бы и состав хороший, и точечное усиление. И результат прям радует. Понятно, там не самые сильные, возможно, команды. То есть, не было еще топов нашего футбола на данный момент, но результат у Динамо отличный. Игра смотрится. Согласен. И по моментам, и сама игра, и по очкам, и по рисунку все получается. Но опять же, говорю, это очень короткая дистанция. Хотя бы десять туров, тогда будет понятно. И при этом, насколько я помню, там у них все сильные соперники будут. Но опять же, там с первой тройки-четверки будут в конце круга. И тогда, может быть, что-то прояснится. Тут, понимаете, такая ситуация. Вот одна игра-две неудачно сыграл, болельщики засвистели, психология надломилась. И все может перевернуться очень быстро. Но пока болельщики гонят. Болельщики тоже счастливы. То есть, там тоже, как говорится, новый, наверное, виток. Или не новый, а очередной виток. Потому что в прошлом году чувствовалось, что болельщики немножко так ругают, так сказать, или журят немножко команду. А в этом году вроде как все окей. Ну, опять же, да, в Бресте четыре забили. Болельщики радуются. Все хорошо. Если бы были первые три тура БТ-Шахтеры, условно, и... Ну, Шахтер был, кстати. Шахтер был, да. Там Жодина. Ну, кто-то из хотя бы... Мы уже не те команды в топы определяем, понимаешь? Еще, кажется... Время меняется. По тому времени вспоминаем БТ-Шахтер, да. А сейчас понимаем, что БТ-Шахтер, конечно, уже не совсем. Ну, опять же, посмотрим. Опять же, Славя еще на выезде у них через тур, по-моему. Вот очень интересно будет, как Славя сыграют, честно. В прошлом году, когда я игру в Мозри смотрел, там, конечно, отскок был полнейший. Ну, Славя должна была выигрывать. Ну, вот после игры в Мозри хотя бы что-то уже можно будет говорить. Но болельщики в Бресте, ну, будут ходить 5-7 тысяч, будут ходить это 100%. Даже в худшие времена там три ходило всегда. То есть, болельщики всегда будут поддерживать. Так они и тебя тоже посмотрят, я даже больше чем уверен. Еще там... Ну, да. Спасибо, что Диму Мазалевского позвонил. Слушай, Дима, смотри, ну хорошо. Брест — это понятно. Ты за БТ следишь? Да. Я, в принципе, за всем чемпионов смотрю. Мне интересно. Нет такого, что я там все отошел от футбола и не хочу. Мне не интересно. Нет. Я смотрю, и ваши все интервью смотрю, ребята приходят. И аналитические программы, которые у нас белорусские в Ютубе есть про белорусский футбол, тоже смотрю. Поэтому... То есть, ты такой погружен, да? Несмотря на то, что ты как бы сейчас не при клубе, в любом случае все, что вокруг в инфополе, все рядом с тобой. Тебе не обидно за нынешним БТ? Ну, потому что много молодежи, и, понятно, команда за высокие места бороться явно не будет. Ну, тут не то чтобы даже обидно. Вы знаете, то, что сейчас происходит, для меня лично было ожидаемо. Я думаю, что для многих было ожидаемо, потому что, я скажу даже за счету Андрея Капского, ну, нереально было ожидать такого же стиля управления, как было у его отца, такого вот жесткого стержня. Анатолич тоже не сразу таким стал управленцем классным и жестким. Нужно время, однозначно. Нужны помощники, которые, ну, могут быть с ним рядом, подсказать, направить. Я не знаю, что там, конечно, ну, внутри у них происходит, ну, не настолько я эту тему знаю, но ему очень тяжело и тяжелее в 100 раз, чем Анатоличу. И даже в нынешних реалиях, честно, я не знаю, если бы даже Анатолич был бы жив. Ну, насколько бы вот у него получилось бы эту ситуацию разрулить и держать клуб на тех верхах, которые он там был последние 15 лет. Ты сейчас говоришь про вот этот вот нынешний БТ или про БТ, ну, опять же, получается, что к этому привел Андрей. Ты имеешь в виду, что если бы Анатолич пришел вот именно на этот БТ? Нет, ситуация. Вообще, что если бы ситуация, вот вообще ситуация, которая у нас внутренняя и внешняя происходит, если бы был Анатолич жив, то есть я, ну, я не уверен, допустим, на 100%, что БТ был бы на прежних позициях. Ну, то есть конкуренция бы все равно, Динамо, тот же Шахтер составляли бы, может, даже сильнее, чем в то время, когда я играл. Ну, ты, кстати, говорил в 2012 году еще, что БТ потерял уже тогда такое понятие, как семья. То есть ты сказал просто ожидаемо, что так будет, да? В 2012 была такая штука, но я даже… А, я сказал, что последний раз семья была в 2012 году, по-моему, так и сказал. Да, ну, понятно, там еще слова были, что все равно БТ для меня будет больше, чем клуб. Нет, я согласен, что когда атмосфера чуть-чуть поменялась, уже начиная с 2013 года, но все равно это был больше, чем клуб. Это все равно была настолько высокая планка во всем, что ни один белорусский клуб просто не мог конкурировать ни в чем там, ни в административных вопросах, ни в медиа, нигде вообще. Поэтому, ну, может быть, я так резко сказал, кому-то показалось. Но, опять же, последняя фраза моя была, мне кажется, более весомая, чем потеря семья. Но, но, но. Про 2012 год, я думаю, мы еще об этом поговорим, да? Я тоже сначала хотел задать, потом думаю, не подержу немножко. И тут Даня такой залетает. Просто там тоже надлом произошел, и там получилось так, что не выйдя в Еврокубке, и когда Виктор Михайлович ушел из команды, тоже многие говорили о том, что все, сейчас ботэ посыпется. Пересобрались, показали еще достойные 10, сколько там, 8 лет, 7, и после этого, да, новый получается надлом. Ладно, об этом мы еще поговорим. Ну, так а что, два года сейчас, воспитание детей последнее. Что делаешь там, посвящаешь время семье? Да, семья в основном, там, пошел на права, учился, то есть не сидел на месте, что-то все равно. Только все это время не было? А? Не было прав все это время? Или на категорию D все-таки? Не были, но я там все категории получил, кроме D, у меня все есть, так что. То есть дальнобоем, пока ты не планируешь в Польшу? Нет, 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 нет. Мне просто даже, честно, интересно было, как это все. Блин, мне предлагали, кстати, в это дело вязаться, но, честно, как последнее дело, опять же, погрузился в эту тему, как все там происходит, это грустно. Я уже у Ромы Василюка как раз мог спросить, да? Честно, мне говорили, тоже на фуре. Да, это слухи, это слухи. Я не знаю, честно. Потому что никто не в курсе. Мы с Ромой не общаемся, поэтому мне тяжело сказать. Опять же, самообразование, ездил там на семинары, то есть все поддерживал, как говорится, фур. Была еще идея на категорию А пойти, но очень много желающих было не получилось. А сейчас? Ну, буду планировать, да, надо будет узнавать, когда набор там будет, когда поступление, тогда уже будем думать. Давай с тобой поговорим на тему того, как вообще начинался футбол в твоей жизни и как ты попал в футбол. Попал, я очень любил футбол. У меня в детстве это, ну, я не знаю, день рождения, весь двор знал, что мне мяч подарят. Мяч жил три дня и на этом все заканчивалось. А тебе футбольный мяч дарили? Да, футбольный. Ну, просто тогда качество таких мячов. Такое мяче было. Ты просто написал, что с камерами сходишь, да, и он три дня живет. Потом решили баскетбольный такой, чтобы дольше прожил. У меня потом камеры. Камеры не играли. Играли, играешь. А потом в итоге решили резиновый покупать, который валюте самый, и все. Поэтому любил очень футбол. У меня вообще было три захода. Я ходил, первый раз пошел в шесть лет, но пошел с ребятами, почему-то на два года старше. Я не помню, почему это было. Может кто-то из друзей был старше меня и позвал в секцию. Мне потом, спустя, наверное, месяца два, тренер сказал, говорит, иди к своему году занимайся, потому что, ну, большая очень разница два года в таком возрасте. То есть колоссальная разница физических данных во всем. И мне так обидно что-то стало. Я думаю, ну, при этом, ну, я неплохо смотрелся, объективно даже. У меня папа даже в шоке был. Как это так? Два года разница, а ты так, ну, неплохо смотришься. И меня вот это действительно разозлило это. Я бросил. Потом, наверное, года через три еще пошел. Тоже прозанимался совсем мало. Расстраивался все время, когда проигрывали, плакал, обижался на всех. И когда родители увидели, как реагируют, сказали, стоп, хватит, не надо, ну, нервничать лучше. Типа здоровье важнее. Ну, как бы да, что такая реакция была не очень. Хотя просто переживал. И уже последний раз я пошел в 13 лет. То есть у меня перерыв огромный был, там, четыре, по-моему, года. Я не занимался и пошел в 13 лет в шестом или в седьмом классе. И уже в 16 лет был. Вездешор 5 получается. Тоже никаких условий особых не было. Зал маленький. В поле у нас была земля обычная. Рядом еще, это называлось, такая маленькая площадка была, городок. На опилках играли. Просто опилки были. Может, это для хомяков? Не надо было. Да-да-да. А через себя удобно очень было делать. Знаешь, их не больно падать. Ну, типа, как пляжка практически. Ну, опять же, я к тому говорю, что сейчас какие-то условия сумасшедшие. Все есть. Методики все. Ютубы смотрите, развивайтесь даже сами. Ну, не то, что там тренер не нужен, конечно, но для саморазвития топ. Минская «Динамо» — это асфальт, Брестская «Динамо» — это опилки. Классика вообще. Мне кажется, еще лет 15 назад действительно дети занимались непонятно на чем. Даже 20 лет. Зато сейчас все есть, а футболистов нет. Понимаешь, в чем дело? Ну, да. Типа, сейчас желания уже нету. Когда, как говорится, ничего нет, хочется делать. Когда все есть, ты уже такой, типа… Избыток развлечений. Потому что, ну, у нас ничего не было, кроме двора и улицы и футбола. Ну, лично у меня вообще ничего. Так и это вопрос как раз, который вытекает. Получается, что то время, которое ты не проводил в футболе, там, с 6 до 9, с 9 до 13, ты же явно играл в футбол? Постоянно. То есть, ну, если ты на тренировку идешь там полтора часа, тоже тепло становилось и темнело попозже. Вот ты приходишь со школы просто в 3 и до 9. Уроки там, пошел быстро за час написал и все. Постоянно. И я, кстати, на эту тему вот общался с тренером Минского Динамо, он в академии работал. И я спросил, а как так получилось, что я вот 13 лет только пришел и я уже в 16 попал в дубль и 18 уже в основу. То есть, мне 5 лет, по сути, хватило. То есть, меня там особо никто ничему не учил. Я пришел в дубль и не знал, что только упас на третьего, ну, чтобы вы понимали. Вот нам этого обучения хватило мне 5 лет, чтобы попасть в дубль, а потом заиграть в основном составе и пройти почти все сборные. Вы просто вот это время, которое вам нужно, 10 тысяч часов для обучения с дюшори, вы добирали на улице, а то и в 2 раза больше. Играя там по 7 часов в день. Ну, это классическая история. 10 тысяч часов, да? Про то, что хочешь стать профессионалом в чем-то. Да, в любом деле. 10 тысяч часов в практике. А как же эти толстяки или там, ну, эти безголовые, которые вообще там, что ни говори, он без шансов научиться. У них 4 тысячи часов. Понятие необучаемое тоже такое. Ну вот, я про это говорю, что не для всех профессионалов точно не каждый станет. Если 10 тысяч часов. Правильным, так он и отсеется. Так он не будет 10 тысяч часов, он на 8... Это не про 8 тысяч. Он на сотом часе уже отсеется. Если отбор будет, то отсеет просто. Я говорю про то, что это не для всех. И по себя в том числе. Но мне только 8 тысяч часов было. Слушай, а что произошло в 13 лет? Вы перестали проигрывать или ты перестал после игр, получается, расстраиваться, что ты все-таки продолжил? Нет. Я, кстати, учился в гимназии, потом перешел в обычную двадцатую школу в Бресте. И у меня друг был с параллельного класса. Он подошел, увидел, как мы играли класс на класс. Он говорит, ты занимаешься футболом? Я говорю, нет. Я говорю, в смысле? Какой может быть? Как ты играешь вообще? Пошли, я тебя на секцию заведу. И все. Он меня завел чуть ли не за руку на секцию. А я сначала не хотел. То есть у меня, может, еще вот это зависло в голове, что, ай, там новый коллектив, знакомиться надо со всеми. Ну и плюс еще неудачи предыдущих лет. Да, да. Это зависло и все. А потом как бы пошел и нормально покатило. Понравилось. Ребята хорошие были все. А ты во дворе проигрывал? Да, конечно. Что за вопрос? Ну просто, ты проиграл во дворе и все, во двор больше не хожу. Ну, нет, такого не было, что прямо во дворе меня так же накатывало, нет. Мы часто играли, кстати, там и мужики с нами играли. Там же не было деления по возрастам, там куча на кучу выходишь и все. Так, ну 16 лет и уже дубль. Да. Как это произошло? Вот просто ты пошел, три года походил и тебе такой, так, ну давай давай. Да, ну у нас был выпускной год и все, и нас самых-самых перспективных взяли. Геварки антенировал дубль, кстати. Нет. Легенда. Легенда, да. Франгесыч. Франгесыч, да. Вот он и нас взял в дубль всех пацанов моего, с пятого, шестого года. Мы вот как бы два возраста у нас было. И все, я с тех пор заявил о себе. Хотя очень тяжело было, я помню первую тренировку при нем. Ты когда ходишь в дюшер, ты как-то во двор просто приходишь и тренируешься. Ну, по крайней мере, у нас так было. Ну реально, нам давали просто мяч, мы играли и все. К нему пришли, и у него там двух раз какие-то тренировки, там эти лягушки прыгаем. Я вот после первой тренировки пришел домой, я упал и уснул. У меня мама будет, и я не могу встать на вторую тренировку. Я такой сижу, сел, говорю, мама, я не смогу, наверное. Ты знаешь, что, Дима, расскажи. Ну, у меня не получится. Подожди, подожди. Мама не получится, а мама что, говорит? Вставай, что ты разлегся? Ну да, нет, еще рано, давай, надо попробовать. Там уже, ну, нельзя как-то первый раз только сходил и все. Но она просто бывшая спортсменка, поэтому... А, но она пока не понимала. Все, извини, Мишка. Да ничего страшного. Фарангесыч, да, он таким же был в дубле, или он чуть-чуть попозже стал таким тираном вообще? Тираном? Тираном, если не тираном, то не знаю. Но многие же говорят, что он уничтожал там футболистов. Физические нагрузки были колоссальные просто. При этом я скажу, что то, что мы в дубле делали, и в основе, когда он вернулся в 2007 году, когда кубок мы выиграли, мы делали в основе процентов 50 от того, что мы делали в 2001, наверное, второй год, ну плюс-минус. То есть он тогда уже, видно, отучился, получил категорию, тогда уже стало для всех, ну, UEFA приняло правило, что категория Pro должна быть у всех тренеров. И у него чуть-чуть подход, ну не чуть-чуть, а сильно подход изменился, но при этом все равно нагрузки были очень большие. То есть он был, ну, я его знаю всегда таким, что нагрузки были колоссальные. А что такое лягушка, ты сказал про упражнения? Ну, что вы из приседа выпрыгиваешь за 40, сколько там, за минуту 40, сейчас скажу, 28 раз надо выпрыгнуть примерно. За минуту, да? Да. Пойдет тренироваться. Ну, 28-40, но я знаю, что кто-то прыгал с 40 примерно, но тяжело очень. Дим, слушай, ну я тогда боюсь представить, что вы делали тогда, там, до этого, и в дубле делали. Потому что, ну, когда он, по крайней мере, приходил в партизан к нам, он, ну, вытворял такие чудеса, что, ну, честно, ну, это очень тяжело. То есть это тренажерный зал, это бега же в горку в день игры. Ну, в день игры в горку мы не бегали, мы прыгали у него барьеры в день игры. Вот именно игра вечером, утром. Ну, не сильно большая радость, ты понимаешь? Но, опять же, я тут, как бы, тогда, конечно, мне это казалось сверх каким-то вообще, сверх нагрузками, многие не понимали, зачем. Я, наверное, сейчас, скорее всего, уже, ну, имея тренерский опыт небольшой хотя бы, уже, ну, я тоже понимаю, что, наверное, я бы так не тренировал 100%, но он, как тренер, имеет право на свое видение, на свою методику, и все все равно определяет с результатом. Он выиграл кубок тогда с нами, и он сказал, моя методика работает. Но, опять же, для меня, как сказать, вот эта методика, которая у него была тогда, она очень хорошо ложится на краткосторочную перспективу. То есть у тебя есть, как чемпионат Европы, приезжают футболисты из команд, тебе надо за три недели их подвести к общему заменателю, дать хорошую форму, вот это идеально работает. А на долгую, когда надо растянуть на чемпионат, мы тогда, я даже очень хорошо помню, мы после кубка финала просто в такую яму физическую упали. И не выбрались там, я не знаю, до октября, наверное. И почти-почти тогда вылетели, кстати. Было очень рядом там с вылетом, насколько я помню. Но вы же отмечали еще про скрессию. Да, какие секреты. Ноль грамм, ноль миллилитра в автобусе было. Серьезно? А почему? Ну, видишь. Лягушки тогда уже, знаешь, тяжело было. В перерыве вышли там возле Зубра, знаешь, где-то несколько раз еще. Да. Купера пробежали и все. Вокруг кубка. Вокруг Зубра. Честно, по-моему, не было. У нас, во-первых, кстати, много ребят в Минске остались. И как-то, ну, не было у нас вообще. Все, так спокойно ехали домой. Такая шампанская из кубка. Ну, нет. Кубка в раздевалке, конечно. А в раздевалке был, а обратно тоже не был. Дебют в вышке, потому что ты, по сути, мог закончить футболом, грубо говоря, да? Здесь всех расстройств, но при этом ты 18 лет уже дебютируешь в высшей лиге. Какие у тебя вообще были эмоции тогда? Да. Потому что, ну, это бах так момент. И быстро. Да, кстати, как-то так все очень быстро сложилось. Даже вот этот переход между дублем и основой. Я потренировался, наверное, в основе полноценно, наверное, недели полторы-две. И все. И меня уже взяли после игры за дубль на замену. Я, по-моему, в Гродно дебютировался. Да. Сколько я помню. Ну, как бы такие эмоции, ты просто, знаешь, как выходишь, и ты в прострации, и ты не понимаешь, куда тебе что, ну, там, открываться. Мужики какие-то бегают, даже привык в дубле, что там плюс-минус одного возраста с тобой. Ну, необычно было, тяжело, много неуверенности было. Поэтому такой опыт. Давай я... 18 лет — это в 2003 году? Да. В августе. В августе. Это как раз-таки еще вот под тот Неман, который взял серебряные медали. То есть там же еще, ну, тоже такие... Уже много, да, там много было ребят, которые играли еще с того времени. А при этом вы 0-0 сыграли? Да. В стиле командующих. Да. Ну, опять же, там, конечно, Гродно, насколько я помню, тяжело нам было, но выставили, выставили. Ну, эффективно тяжело было. Мы даже, по-моему, в тот год тоже завыли там с молодечной или с кем боролись, но чтобы не вылететь. Так, скажи, а тренер кто был? Олег Саракошко, получается? Да, вот он меня из дубля в основу потащил. Все, тренируешься с нами. Я, кстати, всегда вот... Когда, кстати, Сосницкий, по-моему, тренером был в основе до Саракошко Михайловича. Да. И я всегда вот приходил, меня брали на двухсторонки Сосновой, мы играли на Брестском. И я всегда почти забивал Дима Веркова. Он говорит, когда ты уже не придешь вообще? Ну, пожалуйста, не надо, не забивай. Ну, серьезно. Постоянно. Но при этом не давал шанса выйти даже на замену. А Михайлович сразу, как только стал главным тренером, с первого же дня позвонил, сказал, приходишь тренироваться в основу и работаешь с нами. Когда тебя из дубля подтянули старики, которые были в команде, там давали задания, какая-то дедовщина, что-то такое в первой команде была? Тогда все было просто... Все понимали. Ты пришел молодой, ты в развивалку заходишь в последнем. Ну, потому что не знаешь, куда сесть, чтобы чужое место не занять. А если самый первый пришел, ждешь пока? Ждешь, да. Ну, честно, мы вот сидели и ждали. Может, кстати, с точки зрения спортивной наглости, ну, это плохо, кстати. Может, надо было там заходить, но такое воспитание было, и мы настолько вот привыкли к этому, что старшие впереди. То есть, после них заходишь, там все... Ну, мячи, фишки, это монетически вообще, по-моему, ну, я даже... Не обсуждается. Не то, что не обсуждается. Это, ну, самая главная задача на тренировку было, не забыть потом мячи забрать. Поэтому, ну, мы к своим обязанностям очень так чепетильно относились. Причем, знаешь, что самое забавное? Ты дебютируешь в 2003 году, а в 2004 году ты становишься игроком основы. Да. То есть, я просто не понимаю, в каком ты был в порядке, что у тебя был такой быстрый рот какой-то. Ну, то есть, за три года в дубль, тут уже основа, тут уже ты игрок основы. И десяти тысяч часов не было еще, знаешь. Честно, да. Не, ну, с улицы плюс-минус получилось. Но объективно я, ну, у меня нет ответа, честно. Опять же, ну, тренер, значит, все тренеры, с которыми я работал в Бресте и там в Батэ, они что-то видели, значит, ну, значит, что-то я из себя представлял, скорее всего. Потому что в Бресте, по-моему, за все время, сколько я работал, там, десять тренеров сменилось. Я практически всегда играл в составе, только вот там, пару лет было, когда пятьдесят на пятьдесят. Поэтому что-то видели, наверное, я не знаю. Честно, у меня ответа нету. Не общался никогда на эту тему с тренерами, кто у нас был в командах, поэтому тяжело ответить. Тренеров было восемь. А, ну, вот восемь. То есть у всех, и у Мархеля, кто потом был, ну, то есть плюс-минус у всех играл. Хочешь, я могу? Смотри, Мархель, потом Боровский, потом Геворкян, потом Тратюк, потом чуть-чуть Ковальчук, потом Пунтус, и потом опять Ковальчук. Стоп, ну ты Курнева пропустил? А, Борисович, четвёртый год. Да, я просто спял. Всё, на трансфер. А ну там тоже прыгали на всё поле, поэтому не отложилось. Не, Борисович, молодец вообще. Ты поцелован футбольным богом, ты понимаешь, да? Талант такой. Ну, были, наверное, какие-то качества. Был очень быстрый, хорошая координация, скоростиловые качества классные были. То есть, всё, что нужно нападающему, да, там не выделялся на терпрометрии, там не супер в единоборствах был, скорее всего. Ну, то есть, качество. Представь, когда вот защитник, вот любого защитника спросил, как играть с нападающим, который у тебя быстрее просто там на 30 процентов хотя бы. Хорошо, в недодачу ты его там сможешь нападающего словить, а за спину, если сколько зазор надо брать. То есть, но всё равно с быстрыми тяжело. Ну, БП, пример. Думбеле. Представь, как раннему защитнику противник играть. Нормально, футболисты. Новый формат. Представь, как сравнивается БП. Ну, я не себя, я говорю принцип, что... Нет, да всё понятно, когда быстрее защитник. Когда быстрота есть, ну, это козырь. А вот такой момент, когда, ну, выходишь, ты 18-летний пацан, получается, да, там, 18-19 потом, когда уже начал за основу играть постоянно. А в защите, такие, как Ковалевич Игорь Николаевич, не было такого, что они тебя там пытались присануть, авторитетом продавить. Ну, вот именно команда соперников, когда там мужики, понимаешь, то есть, выходит какой-то пацан и начинает их тут оббегать. Ну, первое время, понятно, непривычно, там, где-то с опаской, там, ну, что судили по-другому совсем, не знаю, сдавали больше бороться, там, намного всё жёстче было. Но если брать Ковалевича, то просто уходишь с его флангой и не понимаешь. И всё. Мальчик, иди на другой фланг. И всё. А было такое, типа... А там с того фланга тоже самое. Иди вон к нему. Слушай, я ещё на это не подумал. Постоянно травмы были. Иди туда и всё. Дима, слушай, тоже ещё такой момент. Получается, в 18-19 лет ты дебютируешь, ты становишься игроком основы. Неужели у тебя не было предложений? Почему ты так долго был в Бресте? Все, наверное, задаются этим вопросом. Ну, я скажу, до 2007-го точно не было. По крайней мере, мне никто об этом... У меня агента не было. У меня, ну, если что-то и могло быть, то только напрямую. Может быть, в клуб что-то приходило, и были разговоры, но мне об этом никто не говорил. То есть, первое предложение, которое я точно знаю, оно было в 2007-м году. После Кубка. Это после Кубка, когда выиграли, да? Да, выиграли после этого сезона. А, какое? В Беларуси. Там два варианта было сразу. Не знаю, что ли. Скажу, не скажу. Да ладно, уже время прошло. Не, честно, все варианты, вот до перехода в БТ с 2007-го года у меня почти каждый год были варианты по Беларуси. Меня просто не отпускали. Тебя не отпускали или ты уже сам не хотел? Я поставлю, у меня интересующий контракт был. А что ты тогда подписывал постоянно? А я, потому что, когда был молодой, не помню сколько милет было, сразу на пять лет подписал. Там уже была тема, что руководство Брестского Знамо говорил, что не продаешься в Беларуси, только в зарубежных клубах. Ну, это уже было вот после 2008-го, по-моему, когда БТ уже напрямую выходил. Я общался с руководителями. И вот тогда эта тема зашла. Не сошлись по деньгам. Они, по-моему, там 800 тысяч или сколько там затребовали. Хотя давали 300, по-моему. Но не сказали. В итоге жадность фрая разгубила. Ну, да. Смотрите, опять же, как интересно. Опять же, белорусский чемпион. Мы говорим, чтобы он стал лучше, правильно? Это же обычный менеджмент. Это обычная математика. Но смотрите, у меня еще впереди, по-моему, три года в сумме было 9, 10, 11. Я так говорил, три года я отыграл в Бресте. То есть вы не соглашаетесь на сумму в 300 тысяч. Плюс-минус тогда давали. Но при этом вы мне платите 3 года зарплату. Платите там бонусы какие-то и премиальные за победы. И в итоге спустя 3 года сколько минус у клуба получился? Умножая на 2, короче. Да. Я к тому, что когда футболист на пике за него дают хорошие деньги, его нужно по-любому продавать и находить компромиссы у клуба с игроком. Можно наоборот, игрок с клубом, пытаться найти компромиссы. Потому что в такой ситуации, в которой был я, проиграли обе стороны. И в большинстве случаев, кстати, меня так не на 100% это коснулось. Футболист в процентах 70 случаев потеряет просто мотивацию играть за команду. Посмотрите, как поступил мудро Батэ, когда уходил Шитов с Нехайчиком. У Батэ был принципиальный матч за выход в Лигу чемпионов против Штурма. И он пришел и сказал, что нет мотивации, хочу перейти в Динамо продавать. Все, договорились, получили супер деньги за него. То же самое с Нехайчиком. Шитова продали, Нехайчика продали. Клуб при деньгах в Лиге чемпионов. То есть все совпало. Тогда как ты находил мотивацию играть? У меня мотивация не пропала на 100%. Я также продолжил выполнять свои обязанности. Понятно, что мне там с какой-то степени было тяжело наблюдать. Вот Батэ в Лиге чемпионов, ребята в Лиге Европы играют. Там много знакомых. А ты в Бресте, конечно, где-то что-то там в подсознании сидело. Но не прям, чтобы это изнутри тебя сжирало. У меня такого не было. Но ты говоришь, что проблема очень часто в менеджменте и в управлении бывает. А вот как раз таки менеджером, как это можно сказать, генеральным менеджером Брестского Динамо тогда и был Владимир Базан. Нет, в 2008 он был членом правления. Он не главным был. Он был членом правления? По-моему, да. Он тогда еще не был председателем правления. По-моему нет. Председателем позже он уже пришел, да? Председателем правления был, по-моему, Шишко. Если я не ошибаюсь. И Шишко, там было два Шишко. Был Владимир Михайлович, который был главой Брест Энерго. Потом он ушел и стал другой Шишко. Я не помню, как он должен занимал. И вот при нем это было, потому что я тогда приезжал, там было это правление собирались, я приезжал с главным тренером и мы эту тему обсуждали они однофамильцы или брать здесь если бы очень было одинаково ладно но вот ты говоришь с тренером приезжали направлении обсуждали вопросы какая у них мотивация была тебя не отпускать типа что вот посмотреть твоя статистика мы без тебя пропадем ну да что важно футболисты клуба плюс мы вывести уже хочешь мы хотим больше денег может они рублей имели в виду нет опять же я говорю цену понятно что ты можешь там хоть миллион сказать хоть два но смысл это опять же это просто вопрос про менеджмент клуба было просто поступили недальновидно как по мне слушай так а может быть параллельно было какое-нибудь предложение из той же польши в польше один раз был там разговор про гелонию но это просто вот там есть там заинтересованность развивать эту тему или нет их на этом все закончилось все то есть конкретики вообще никакой не было у меня за границей были варианты только я ездил два раза в украину ездил я в донецкий металлург и в одесский черноморец вот я два варианта у меня было но я не беру литву когда перешел в конце карьера же туда а ну и гонкорг тоже давай с тобой вспомним все-таки очень важный трофей да кубок кубок беларуси и спустя сколько летом уже 2 кубок вот вспомнившие эмоции и на во первых ты в семи матчах забил 9 голов и до сих пор этот рекорд не побит ну хороший год был знаете мы когда вот я говорил что методика геворки она очень хорошо работает на краткосрочную перспективу этого доказательства что мы выиграли кубок мы одно четвертое шахтеров и полуфинал гродно был просто с гродно тяжелее намного было и они ну неплохо играли объективно говоря и может ну как сказать 50 на 50 были была чаша могла туда и туда склониться но шахтер мы просто катком пришли там два два ноль четыре один по моему выиграли там они после 60 минуты стояли у нас мы просто не уставали в то время так локомотив тоже вы катком пришли это было еще до этого это было осень да и потом же весна уже приборовском да тоже ну тогда тоже были сильнее но вот именно вот эта весенняя стадия мы просто превосходили физически все то есть выглядели намного лучше давай вспомним финал потому что это тоже очень сложная игра я так понимаю была серия пенальти батэ ноль-ноль вот и какие эмоции уже были после того как ты понял что ты выиграл кубок ну нам было легко играть в том плане что мы не были фаворитами когда вот ты не фаворит ну ну выиграли хорошо проиграли ну что ж батэ был как бы понятно что мы настраивались на победу однозначно и мы до финала по-моему там за неделю или за две играли в батэ в чемпионате с батэ и мы их обыграли в чемпионате и мы вот после этой игры я очень хорошо помню как-то все сели вот ну есть шанс но они не в ней непобедимы то есть мы можем бодаться тем более финал все что угодно может быть потому что это психология другая это все другое один матч плюс грунта еще болельщиков сколько у нас приехало такие эмоции были ну может не совсем на равных но по многим критериям и просто даже не уступали батэ и то что дотянули до пенальти кстати это вот опять же физически очень хорошо выглядели это вот заслуга того что вот до конца мая нам это физической подготовки хватило а пенальти но юра цыгалка потащил дожди но это же еще был тот батэ который до этого был пятым правильно при криушенко только виктор михайлович пришел это крюшенко еще был тренером михалыч помощником я не помню честно какое не место чемпионате тогда же в том году честно не помню они были пятыми потом и не выиграли его следующий сезон них уже лига чемпионский будет типа 8 8 да да здесь они еще были команды все равно там все были там играли играли филипенко егор был стасеевич ермакович легторович гена близнюк родиона кто-то на струк по моему играл ну то есть все равно по сравнению с вами я цикл федорович ну все в сравнении с вами так были она опять же понять же по фамилиям и статуса они были фаворитами но опять же нам еще даже на руку то играла что мы не фавориты как с нас не будет ну не смогли так не смогли Поэтому это нас даже где-то раскрепостило Смотри, после Кубка Еврокиан сказал, что тебе сделали зарплату 15 тысяч долларов Сколько нулей лишних? Убери Фунтов было Какой? 2007 год? Да 15 тысяч долларов В год, может быть, там Может, он думал, что я в Московской Динамо перешел Ну, честно Мне даже нечего комментировать здесь Да, ну я 2007 год, 15 тысяч долларов Вот такие были в Беларуси зарплаты Наверное, в Бресте точно не было таких В администрации президента, может, было Ну, точно не в футболе Ну, честно, нет Ты не предлагал никому Вести рекорд Мозалевского в Кубке? Ну, вот у тебя 9 мячей, никто не превзошел Клуб Мозалевского, да? Не, ну, опять же, не Не думаю, что это прям такое сильное достижение Да, там 100 голов за карьеру Там есть этот клуб Там 50 еще, ладно Ну, Кубок, розыгрыш один, честно Может, кто-то предложит когда-то, не знаю Тяжело сказать Не, ну, просто приятно в любом случае Ну, приятно было, конечно Да, что время тимничей вспоминают рекорд эти Согласен На трибунах СБТ было 10 тысяч зрителей И чуть позже уже в сборную тебя вызвали Там тоже было 10 тысяч зрителей Игра против Израиля Вообще помнишь, что-то? Первый вызов в сборной в целом Да, это в штанге был тренером Да, помню Смутно помню просто, кто вот вызывался тогда, честно Вот как-то такое Вову Корытьку помню Миленчука Ну, Глеб Ну, Глеба менял Заслуги То есть, приятно, понятно Хочется доказывать там Но необычное ощущение, честно Первый опыт такой Как сказать Не было еще такой уверенности в себе В том возрасте Штанги лично приглашал на разговор Как бы мотивировал Объяснял Рассказывал То есть, какие-то установки давал Нет, такого Индивидуальной прям беседы Что один на один Я думаю, что были лидеры Были футболисты по-взрослее С кем он там это все Не-не, но именно тебя как молодого Первый раз вызвал Все-таки чуть-чуть добавить уверенности У нас только все на позитиве у него было Это вот Пацаны, я думаю, все туда ехали На таком позитиве На таком расслабоне вообще Что, ну, кайф Просто кайф был Он еще вот эти вот Тогда у него очень сильные условия В сборной поменялись В плане проживания, питания там Уже не было этих стаек Все жили в этой Виктории гостинице Тренировались на полях этого Минска Ну, на смене То есть, все настолько были всем довольны Настолько вот позитивно И он То есть, для него это Ну, не как работа была, я думаю А То есть, он всегда говорил Получайте удовольствие За страну защищайте На вас придут люди смотреть Не бойтесь То есть, ну, играйте в футбол Получайте удовольствие Больше ничего от вас не требуют Вот эти слова я точно запомню Что он говорил всегда А вот эти вот слова Которые были в газетах Живут в Виктории Напротив казино Им там не до футбола Они вот как бы хотят приехать И, соответственно, погулять Я думаю, что во всех сборных Плюс-минус все одинаково Серьезно То есть, все равно Приезжают все на родину к себе Понятно Он сам, кстати, отпускал Кто в Минске живет Ребят Первые там, может, два дня Вы можете домой съездить Дома переночевать Никаких вопросов Все были профессионалом Ну, не было залетов При нем ни у кого Ну, я, опять же, не часто вызывался Но в то время, когда я там был То каких проблем вообще не было И это, опять же, я говорю Это наоборот Шло на пользу коллективу И все с удовольствием ехали Никто не придумывал травм Каких-то в клубах Что, ай Знаешь, это же как Вот играет эта пауза сборная Там три-четыре выходных в клубе всегда И все Что я поеду, я лучше отдохну А тут такого не было Все с удовольствием ехали Поэтому только позитив у него В этом плане был И, ну, я не помню, что кто-то попадался там То есть залетов не было, да? Ну, при мне не было Но при этом ты сыграл за сборную Всего лишь только еще два матча Да Ты не задумывался, почему так получилось? Может быть, не расстраивался из-за этого? Ну, расстраиваться точно не расстраивался Ну, во-первых, я понимал уровень конкуренции Ну, Корнеленко, Кутузов, Родионов, Василюк Ну, как бы, давайте объективно Ну, я в конце списка, скорее всего Плюс уже спустя какое-то время По-моему, в 2011 году уже Когда он меня вызывал штанги И он сказал, что я хочу тебя наигрывать К ранним полузащитникам Но, как бы, я ему сказал, что Там, Берн, не поймите меня неправильно Но мне эта позиция не нравится Я вообще себя некомфортно там чувствую Польза от меня будет ноль Ну, он как бы хотел попробовать Но в итоге так и у нас и не получилось Ну, опять же, с точки зрения Там расстраиваться, не расстраиваться Я понимал уровень конкуренции И тяжело мне было рассчитывать На место в составе Ну, ты, кстати, говорил, что Ты в сборную ездил И у тебя получалось довольно часто травмы То есть, такой след оставлял для тебя сборная И один раз ты еще не приехал к Андратьеву Ты сказал, по семейным обстоятельствам Это реально было либо что-то Да, там жена уже была Подходили роды у нас И я решил с ней остаться Ну, быть рядом Не поехал в сборную Ну, там товарищеский матч, по-моему, был В Армении Да, в Армении Что-то такое Ну, поэтому еще и товарищеский матч Мы поговорили с ним И решили, что, ну, товарищеский матч Если была официальная игра То я бы еще, конечно, подумал Но у меня семья будет всегда на первом месте Никогда работа, там, увлечения не будут выше стоять Ну, то есть у тебя действительно После сборной были какие-то микропореждения, травмы? У меня была травма Почему там еще конфликт какой-то был Я помню Я играю... Мы играли в Минске с Литвой Я получил травму мениска Но это, опять же, это не мышечная травма Там не было проблем в тренировочном процессе Ничего То есть так сложилось Я выпрыгивал, приземлился на опорную ногу Чувствую, что-то заболело В перерыве-то получил, этот получил, говорю Попросил замену И все Утром просыпаюсь на тренировку Уже в Борисов ехать У меня колено пухает вообще огромное Ну и все Поехали, МРТ сделали там все дела Сказали, что Минск нужна операция То есть это был единственный момент Когда после сборной я приехал с травмой Больше такого не было Ну и смотри Мы уже немножко касались этого Но в целом 2008 год 13 плюс 7 В 29 матчах Суперударный сезон Тебя зовет Бате И вот как раз та ситуация Когда они предлагают деньги 300 За тебя просят 800 Что вообще за эмоции у тебя были тогда Потому что ну правда Это какая-то катастрофа Плюс ко всему еще и жена у тебя По-моему перевелась По-моему на заочку Чтобы вы уже ехали в МИЗ То есть личные условия уже обговорили У меня тогда три варианта было Меня и Шахтер звало Динамо звало Динамо меня вообще звало Посреди сезона Приезжал Шуканов И мы с ним в Бресте общались Они уже хотели тогда меня забрать Но это было нереально То есть клуб Не отпустил после сезона В середине сезона бы точно Вообще без вариантов было Но мы как бы обсуждали Даже если не получится там летом Давай зимой У меня три варианта железных было Да я же Ну мы еще не женаты были С супругой Я сказал давай переводить на заочное Поедем в Минск В БТ зовут То есть все Новая жизнь Столица Все дела Чемпион Поэтому конечно я Чтобы мне сказали там В конце сезона Что ничего не получится Я бы очень удивился Потому что ну мне казалось Что у меня настолько железные аргументы Ну сказать что вот Ну соглашайтесь Давайте Всем хорошо будет Клубу Кстати БТ еще давал сверху Вот этой суммы Они еще давали проценты От последующей продажи Это тоже сто процентов Ну правда Что еще больше Типа готовы были еще дальше Да Если БСБТ еще перешел куда-то То есть там же в принципе Обыграть же это можно было По-разному Можно было бы сделать там Право выкупа обратного То есть там же вариантов Было много Проработать Чтобы все были довольны Ну вот Решили что Не отпускаем и все Расстроился Очень сильно расстроился Конечно Первый наверное месяц Вот при сезонке Как-то вообще Ну Желания особого не было Но потом уже как-то Все это переборол И в сезон ушел Более-менее готовый Из БТ Кто общался Капски с тобой С Михалычем После того Когда они сказали Что Когда узнали Что Брест Выставляет большую сумму Они не готовы За такую сумму Выкупать Не было такого Что давай Сейчас мы Еще там Доиграй до конца Контракта Будем ждать Когда что-то Изменится А там же Как ситуация Потом сложилась Потом пришел В команду Юрий Осиппунтов И я продел Контракт с Брестом После его прихода Потому что Когда он пришел У меня вот Миллионное было Вот миллион процентов Я давал себе И всем Всем объяснял Доказывал Мы будем в тройке С ним То есть он пришел Концовку сезона Мы почти в тройку попали И он там Рассказал Кто в команду Придет Какие трансферы будут И я на этой вот волне Думаю Надо продлевать Потому что Наконец-то Мы с Брестом Медали возьмем А уже думал Если я буду супер Опять Ну выглядеть Хорошо Все То есть Варианты В любом случае Еще будут Мы просто тебе Насыпали Ничего Писка вытратил Насыпали Нет У меня условия Те же остались Подожди Ты настолько был уверен В Юрия Иосифовича Что такой решил Типа К черту Шахтер Динамо Батте И все остальные Я вот с Брестом Как патриот Смотрите я вам рассказываю Ситуацию Он приходит По-моему за 7 туров До конца чемпионата У нас до третьего места 7 или 8 очков Он говорит Мы будем в тройке Ну мы там послушали На собрание Пришли Все такие Ты в тройке Хоть бы вниз туда В тройку не упасть Все Ну посмеялись Понятно Потом Играем По-моему при нем Первая игра С Гродно Или с кем было Точно не помню Вот он сидит Я вам серьезно говорю Берет программку Тур Читает К примеру Жодина Шахтер Ну тут ничья Мы короче играем Тур проходит И кто-то с пацанов Пацаны там 8% совпадения Представляете И вот у нас У него Просто сумасшедший Уровень Общения с коллективом И именно Мотивации Как у него так получается Я не знаю Но он настолько вот заводит Настолько вселяет в себя Уверенность Что ты вот на эти крыльях Выходишь И играешь с любым соперником И вот из-за этого Что вот эти 7 туров Мы так здорово прошли Мы там Если бы в Могилеве Ничего не сыграли 0-0 А выиграли Мы бы третьими финишировали То есть уже нам было 7 туров А ты сидишь и думаешь Боже Сейчас там Януш Коля придет Он уже трансфер нам сказал Вот я с ним общался Он сказал Кто придет Там Леха Панковер Кузнецов серый То есть у нас будет супер банда вообще И мы Ну я был настолько уверен Что я и поэтому и продлил И в следующем году был Если не ошибаюсь Провал Ну да Пятыми по-моему Закончили по итогу То есть там был провал Уже первый там 6-7 туров Мы очень слабо играли Чистка началась Там футболисты начали уходить И в итоге Ты говорил про вариант С металлургом донецким Да В девятом году ты ездил туда И директор Брестского Динамо Николай Хорошун сказал о том Что украинцы тебя вообще не видели Они знают кто ты такой И ты едешь впервые знакомиться Как вообще это работает То есть это работа агентов То есть не взял тут ничего Там мне агент позвонил Да С Украины Я не был с ним знакомым Вот обрисовал Говорит Вот такая ситуация Приезжай Мы не готовы тебя рассмотреть Но опять же Я настолько вот Из-за своей неопытности Молодости Еще тогда у меня не было Там я не знаю Более опытного товарища Кто бы Или я Может надо было С кем-то вот посоветоваться Я ни с кем не советовался Думаю Поеду попробую Опять же Знаете На фоне того Что с БТ не сложилось И у тебя просто Это идея фикс Блин Надо уехать куда-то И шансов другого не будет Это вот в голове засело И я приехал туда По-моему Одна или две тренировки Потренировался А потом оказывается У них заявочное Окно закрывается Я такой Крючев Приехал сюда Ну мы там Если что Там Решим Нет Все Давайте Я просто уеду И все Это все Закончилось А Одесса Это позже Одесса Было Да Одиннадцатый год Я летом ездил Кстати там Григорчук Тренером был Тогда Который был Потом Солигорске Я приехал Тоже Так все Неудачно Сложилось Мы сыграли С Минском В Минске Мы приехали Ночью В Брест Я сразу На машину Еду В Ковель В Украину Пересаживаюсь На поезде До Одессы Там Через Двое суток Товарищская игра Я там Вообще Ни о чем Просто Ни о чем Они говорят Ну ты же понимаешь Что слабо Выглядел Да конечно Объективно Есть причины Субъективно Я не спорю Поехали с нами На сборы Открываю визу У меня через два дня Виза заканчивается Они в Австрию На сборы уехали Опять Я думаю Ну это все Это карма Я уже с Бреста Никуда Никуда Не уеду Серьезно Ну куда Уже 10 сезонов Отыграл Уже сколько Хочется Уже что-то нового Ну и в итоге Вернулся в Брест Еще полгода Заиграл И все И потом ушел Ну давай Немножко еще Так вот пройдемся По БТ Потому что Ты сказал же Что у тебя Было предложение От Минского Динамо Да Динамо Шахтер Да Динамо Шахтер И ты уже договорился Это там еще Вот вспомни пожалуйста Ситуацию со Стрельцовым Тоже очень интересный момент Да Да было Он действительно позвонил Тебя Нисидневу Вообще Как все было Договорились Только осталось Там практически бумаги Подписать Я уезжаю К Сане Плотникову У нас только вратарь Играл в Бресте В Ростов В Косте Проходит 3 дня Звонок Телефон поднимаю Гончаренко Я такой Капец Я уже с Динамо договорился Практически Ну и все Дима Давай Что не передумал Там есть какие варианты Я говорю Нет Я готов Вот сразу Я никаких разговоров Я не знал Я не хотел Я не знаю Какие условия Я просто говорю Михалыч Да Все Там разговор длился А Михалыч Извини С Динамо Договорился Сейчас покупаю Приджайший рейс Нет Серьезно Я сразу дал согласие Хотя знал Что с Динамо Вроде договоренность была Но потом Позвонил агенту Мы переговорили Он позвонил Стрельцову Я сам потом Перезвонил Сказал Что вот такая ситуация Там получилась Смешно Я с ним поговорил Говорю Валерий Как вы не помните Не Помните Ну что там Не разговаривал Ну в общем Говорю Что так и так Я понимаю Что мы уже почти договорились Говорю Ну у меня вариант с БТ Как бы Ну поймите меня То есть Ничего личного Я выбираю Он говорит Да Как бы Все нормально Проходит 10 секунд Звонит Алло Сидневу звонит Как вы Александр Сергеевич Мозоль уходит Короче Говорю Смотрю Кто это звонит Я кому позвонил Говорю Да Да Это Мозольевский Извините его Короче Позвонил И все Я потом Сидневу набрал Конечно Тоже Сказал Что он Вообще То есть И меня Тебе прекрасно Понимал Все Прошло Кладка Понимал Куда ты уходишь Ну да Я думаю Он понимал Что смысла Переубеждать Нет Поэтому Хотя При этом Если Вот я Открою Секреты Сумма Не буду Называть Но Из трех Вариантов Я ушел На самые Маленькие Условия Но это Ты уже Уходил Свободным Агентом Нет Или Это Я заплатил Какую-то Сумму А могли Сколько Триста И плюс Еще Процент А еще Платили Имеет Зарплату Вот Восемьсот Б вышло Не Ну Это же Дело Дело Такое Ну и Ты Залетаешь С двух ног Батэ У тебя В дебютном Сезоне Девять Плюс Три Не считая Еще Матчи Лиги Чемпионов Где-то У тебя Два Плюс Три Я тогда Был Мне казалось Я в рай Находился Двенадцатый Год Для меня Настолько Отложился В памяти Что Сбылась Мечта Переходишь В клуб Вроде В Беларуси Но внутри Ты как будто В Милан Попал Ну то есть Объективно Там Уровень Был Вообще Всего Настолько Высокий Что Я вообще Не понимал Что Не представлял Что может Быть В Беларуси Такой Уровень Всего Вообще Отношение К футболистам Там Менеджмент Там Административные Вопросы За тебя Решают Все То есть Там Нету Такого Ты Просто Занимаешься Футболом Ты в этом Коконе Клуба И все И то Что там Снаружи Тебя Вообще Не волнует Все Вопросы Решаются То есть Коллектив Сумасшедший Штаб Тренерский То есть Все Супер Голы Забиваются Победы Добываются Лига Чемпионов То есть Ну ты думаешь Ну что еще А ребенок Родился Самое главное То есть Опять же Это вот Настолько Все было Вот вместе И Конечно Воспоминания Самые классные Ну ты еще Получается В тот год Забил Валенсии И Голливу Из Баварии Сделал Да Да В группе Да Получается Два очка Ну это вообще Какой-то космос Просто был Так я же говорю Ты вот еще Вчера играл Только против Ну внутри Беларуси Там Могилев Там против Савитова Выходил А сейчас Выхож Баварии Просто Кросс За тобой Бежит И не может Догнать Представляешь Как вообще Один футболист Больше стоит Чем Весь клуб Беларуси И атмосфера Антураж То есть Даже когда играешь Лиги чемпионов Самое Такое Наверное Что бросается В глаза Это уровень Организации Вот этот Космос Просто Гостиницы Топовые Стадионы Раздевалки Там То есть Вообще Настолько Все отлажено Выход на поле Просто по секунду Там стоит Делегат Показывает Там Две Три Одна Пошли То есть Что в кино Снимаюсь Или что Понятно Что потом Уже Как бы К этому Проще Относишься Но Первый год Когда Контраст Сумасшедший Это шок Просто шок Вообще Это все Слушай У тебя Не было мысли Что не случайно Это все В Бресте Только мариновали Не отпускали В Металлурге Там окно Закрылось Тут виза Типа заслужилось Да Что все таки Ну не то что даже Служилось Что наконец-то Вот воздалось За столько времени Страдание Ну не страдание Должно было Раньше все сложиться Я даже до сих пор Шанс был бы Сто процентов Тем более там И Виталик Родионов И Близнюк Уходили в Германию Уезжали там На какое-то время И был бы шанс Закрепиться То есть я думаю На это и рассчитывали Что Радик уйдет С Близнюком И я как бы На замену приду То есть конечно Опять же Это тоже где-то Ну в голове сидело Представь на три года раньше Что бы это вообще было Но опять же Оглядываться не надо Вот как Случилось Так случилось Можешь Немножко подробнее Вспомнить матч с Баварией Потому что Могу Очень хорошо помню Кстати вот не было Такого что Там трясутся все Мы в таком вот Баваре Что сейчас Ну Рой окоп И бери лопату Такого не было Мы очень хорошо Их разобрали Я очень хорошо помню Что у них Вся игра была Построена через фланги Рибери Робен И Манджуки Центральный нападающий Если через середину Не заходят Все на него грузят Через фланги Подачи 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 Постоянно И у нас была задача Просто закрыть Вот эти фланговые передачи И очень плотно С Манджуки Чем там 2-1 Чтоб играли защитники Старались И все Утром Это сильно было Кстати расскажу Разминка была Утром Часов 11 наверное А нас было Насколько помню 21 человек Вот в разминке Участвовало И не хватало одного И у нас подключили Нашего переводчика Руслана Зубик И мы отрабатывали стандарты Как бы Варя Водит аут Михайлович говорит Русил бери Короче мяч Будешь аут бросать Все Отдели манишку Там все Русик подходит Михайлович Свисток Русь берет Просто как ядро одной рукой Швырнул У нас просто Все полегли Это настолько Вот это напряжение Небольшое Но не было там Прямо Ну не было Что мы там каменные Все Но это настолько Нас расслабило Он Ты 2 года в команде Наш акаут бросает И мы такие Русик Русик Какой ты красавчик Вообще То есть это Дух заслуга Что мы вот Такие более-менее Расслабленные были Руслана Зубика Очень большая В этой ситуации Слушай Арибери Ярабен быстрый Или нет Конечно Ну быстрее чем ты Да Быстрее Ну значит конечно Ну Швейнштайгра Обгонял А Рибери Робен Ну Швасагер Да Он такой Не очень быстрый Нет Кстати А по-моему Робен не играл Тогда Мюллер Вот Мюллер Кстати по-моему Играл на фланге Тогда Вот у нас была задача Да вот Закрыть эти прострелы Ну спокойствие было Даже у нас была Кстати такая Всегда фишка Мы в раздевалку Все уходим Все команды Нет что Запасные остались Там и что Хочешь то я делаю Или тренер с тобой Работает Все уходим И слушаем что говорит тренер И ну все очень спокойно было То есть не было там Какого-то напряжения 1-0 ведем Что делать Там давай Ну очень спокойно Были вот Мы реально были уверены Тогда в своих силах Несмотря на то Что вот Бавария приехала Тем более мы по-моему 1-0 уже вели тогда Мы были очень спокойны Очень спокойны Поэтому вот Тренерскому штабу Очень хорошо получилось Вселить уверенность В свои силы Такой момент То есть еще То есть про Баварию Там много говорят И часто До Баварии была все-таки Первая победа с Лилем То есть которая В принципе наверное Дала уже какой-то толчок И дала больше уверенности Потому что до этого Когда Реал Ювентус И Зенит Тогда была только ничья Ну это первая победа По-моему Вот это Да Лиль Это первые три очка Первая победа Вот тогда что еще было То есть как настраивали на Лиль Что надо выигрывать Ну как-то Опять же Причем это в гостях Это же во Франции было Да-да-да Но тогда уже Кстати сколько Мы в первом По-моему Три-три в первой тайме И забили Три-три-три Тогда тоже выиграли Вообще вот когда Играет команды Колоссальная разница в классе И в мастерстве Очень важно Кто забьет первый гол Вот если бы с Баварией Кросс тогда забил В пустые ворота Не попал В штангу попал У нас бы варианта Вообще не было бы Серьезно Мы бы даже Если бы чуть-чуть полезли Чуть-чуть бы раскрылись Соперников такой Что если теряешь мяч В середине поля Это восемь процентов Предголевая атака будет Ну то есть Это минимум удар по воротам Будет а то и сложнее И тяжелее И поэтому два быстро гола влили Они нам сыграли на руку Мы просто всей командой На свою половину И ждали Ждали Котор-атак И Ну Обороняться легче всегда Правильно Поэтому А как обороняться Очень хорошо знали тогда И Ну такая линия защиты Космос была у нас Поэтому Глеб был впереди Для быстрых атак Поэтому То есть Сплав такой сумасшедший В команде был Именно И опыта И молодости То есть Сопер Первая победа После линия Ну там же Шампанское И премки Двойные Ну я не помню Уже так вот Прям детально Ну Всегда Мы вылетали Всегда Ну не в день игры А вот Переночевали в отеле То есть Да там что-то Посидели Команды собрались Но такого что У нас Там не получается Гудеть И заниматься ерундой Потому что Ты прилетаешь И через два дня Тур всегда у тебя То есть Ты бывало Мы прилетали И на базу Заезжали Сразу То есть Мы даже домой Не заезжали С аэропорта И ехали У Борисов И там Тур был Либо там Ну в Борисове Либо с Борисов Опять куда-то Уезжали на игру То есть Там по Королесе Такого не было Ну и все Как бы понимали То есть Опять же Настолько были Все футболисты Приехали на игру До вечера Таких функциональных Нет У меня В этом плане Было У меня даже не было Как сказать У меня даже вариантов Не было Сбежать С этого столкновения Просто Так получилось Ты там сам быстро Среагировал То есть Начал тоже Помогать Оказывать помощь Да-да Ну просто опять же Ты видишь Бессознание То есть Инстинктивно Что-то начало Уже не помню Что дел Конечно Но что-то было В общем Не оставил его в беде Смотри Ты сам говоришь Про то Что 2012 год Для тебя был эталонным Скажем так Но в 2013 У тебя уже Начинаются проблемы В первую очередь Это игра С Смолевичами И ты убываешь На три месяца Что там было И с чего Все начиналось Там был тоже Игровой момент В принципе Я пробрасывал защитника Он подкатился В меня И у меня была Опорная нога И вот он Считает Что вот Вся Весь вес тела На одной ноге И вот он Мне въезжает Своим голеностопом Мне И мы потом Поехали снимок делать Я вообще Наступать на ногу Не мог Ну настолько больно Было И сделали снимок Сказали Две недели в гипсе Надо ходить При этом Там Паша Гончаренко Доктор БТ Сказал Что Вот Просто там По-моему Сантиметр Выше попал Вообще Перелом был бы И до конца года Был бы сломался Две недели в гипсе Отходил И все И потом Началась реабилитация Очень долго И нудно И тогда я уже узнал Что все травмированные Футболисты Тренируются намного больше Чем здоровы В два раза Минимум Просто Вот если в день Если взять Здоровый футболист Тренируется Ну там Два часа Пускай То у меня По шесть часов Тренировки были Ну это не только у меня Все кто травмированный Так занимает Вот уж вернулся Получается У тебя четыре матча Три гола было Да И потом опять Самая жесть Кстати Со мной занимался У нас в БТ Был Йенс Демельт Он его Саня Глеб По-моему Со Штутгарта Привез тогда И он работал С Магатом Его тоже любил Я говорю Йенс Познакомьтесь С Геваркианом Просто У вас будет Такой дуэт Вы чемпионат Выиграете по-любому И все А он реально Интересовался За что Какие у вас там Тренировки были Я говорю Ну вот в дубле Я три купера подряд Бегал У нас Три по три километра Кошмар вообще Ну да Так вот Ну опять же Вот если Отойти от темы Ты когда тебе там 17 лет 16 Ну ты просто Делаешь и все Ты еще готов Там вечером Пойти на дискотеку Я один Еле пробегал Всегда Как приходит Семнадцать Семнадцать Смотрю ХЦ Вон бежал Ветром сдувал Камней в карманы Давались Трасса возле крепости Где сейчас Эта очередь стоит Там мы носились Представим Это разметка По 100 100-200-300 Мы сейчас Женой едем Говорю А я тут Представлю Что ты Три купера Подряд Поэтому И вот он Восстанавливал Он кстати Вот именно Как физиотерапевт Топ Вообще Специалист Ну вообще Все знает Анатомию Вообще Класс Просто Ну понимаешь Что человек Приехал С Европы Настолько Подготовлен Что Там С точки зрения Что он Уже Начал Какое-то Пауза Или конец Что Такого Никогда На плане Не топовое здоровье У меня было Чтобы выдержать Такие нагрузки И поэтому Мне вообще Сказал Профессор Который Операции Делал Он сказал Что Это все В основном Последствия Прыжковой работы Он говорит Расскажи Какие выпрыжки Делали Лягушки Геворкян Лягушки Нет Это все Наш Когда Эти высокие Барьеры Были Опять же Это не вина Геворкяна Это 100% Нет Это просто Шел Вот этот Накопительный Эффект За все Предыдущие Годы И он говорит Если бы Ты там Не 70 сантиметров Прыгал На ноги А 40 И на 2 Ты бы это Тянул До 33 Ты бы Спокойно Довел А так У тебя Просто Это раньше То есть Как будто Ресурс организма Ищерпался Опять же За эти 2 года Я и был в Германии Я был в Италии Я в Сербию К этой женщине ездил Где я только не был И в Германии Меня там всего Обмерили Померили У меня там еще Помимо этого Перекос таза был У меня была Разная длина ног Там буквально 3 миллиметра Но он говорит Ты пойми Это такая колоссальная Нагрузка То есть Там эти стельки Я сделал специально То есть Я настолько И столько всего Узнал Об этой медицине По реабилитации Что ну Вообще Я сейчас Любую тему могу По этому вопросу На экзамене просто Да Поэтому Ну изначально Значит у меня Не было Такого запаса прочности Поэтому Это 27 28 Это вылезло все А чего ты так Георгиян защищаешь Я не защищаю Пятнашка была Может нет Пятнашка В то время В то время Я ладно Я скажу У меня в то время 1000 долларов зарплаты Было в Бресте В то время Георгияни Когда мы выиграли кубок Меня подняли в два раза Это вот единственную цифру Которую сейчас скажу Франгесыч Это крючок Х7 примерно Не может Франгесыч поднял Он в горе Не разобрался Бедный мастюк Видно Нет Франгесыч поднял А бухгалтерия не одобрила Может быть Месяц и только год Может за год и было Просто мне кажется Дима Что на самом деле Это очень сильно могло повлиять Потому что ты как раз Неокрепший Тебе там 16-17 лет Ты выполняешь такие нагрузки Может быть И таз перекосился у тебя как раз Потому что ты прыгал На одной ноге в гору Я не буду здесь Категорично Категорично не буду Опять же Это все равно 100% Есть накопительный эффект Этого всего Но опять же Если бы где-то более бережно Относился бы к себе И может где-то Меньше эти нагрузки были Может быть Этого бы не случилось Либо случилось позже Тяжело дать 100% Ответ Но профессор мне сказал Травма характерная Которая у тебя Это все через прыжковую работу Ты разрушаешь И она кстати Еще больше для хоккеистов Более такая Распространенная Вот эти тазобедренные суставы Поэтому как оно могло сложиться Я не знаю 35 сантиметров барьера Если бы было бы лучше Если бы так подвести итог Смотри Ну получается Два года Это постоянные поиски Не поиск год длился Поиск год Поиск проблемы год длился А потом еще год Ее лечение Смотрите Я в общем В марте получается все Вот этот разрыв Я не тренировался Три месяца мы берем паузу Я везде тоже езжу Никто ничего найти не может Мышцы все целые То целое Никто никаких проблем То есть тазобедренные суставы Которых у меня была проблема Их в принципе Никто не рассматривал Даже тогда Все искали Почему-то в другом В другом месте Я уже доехал Потом в Пациент Онкологии Даже меня завезли Но мне не говорили Что меня на онкологию проверяют Кстати Мне сказали Что там есть Какое-то супераппарат Сканирование Или скинирование Это называлось Все короче Вводят в кровь изотопы То есть это все По телу распространяется А вот люди Так онкологию ищут И они вот уже думали Может онкология где Но я тогда этого не знал Мне уже потом Спустя время сказали Что вот ради этого Тебя возили Антонич сказал И там тоже Разводят руками Вы вообще не наш Мой клиент Я такой Смысл Конечно не важно Что это могло быть со мной Там вообще Зашел этот укол Сделал Там комната специальная Там же радиация Сидят люди Которые вот приехали На проверку Там такая бабушка Уже в возрасте Боловой Такой молодой хлопчик Я такой думаю Ну да молодой Весной не с вами Типа здесь Ни в одной Я так еще прикрестил А я же этого не понимал Ну я думаю Они правильно сделали Руководство Там и доктор Что они сказали Потому что нервничал бы Переживал бы А так вроде проверили Все хорошо Целительница сербская Вот к ней когда ездил Она что сказала Кстати вот к ней ездил И это вот было еще До этой большой паузы Мы приехали в общем Со сборов Чуть-чуть в выходных Еще я тренировался И потом опять заболела И мы вот поехали Там по-моему Серый черник был Дима Бага был И я Вот мы втроем были И Алексеевич Может был еще А Градничук Не с Мишей С Мишей туда не ездил И вот мы поехали к ней Нам все Они рассказали Там как что Приехали туда Она там в отеле У нее этаж свой Мы с гостиницы приехали Смысл У нее просто стоит аппарат Который вот под разрядом Вбивает тебе эту мась Ее волшебную В этот Я вам серьезно говорю Я приехал оттуда Мне ничего не болит Я говорю Мне не болит ничего вообще И я реально вот наверное Две недели Еще после этого Потренировался Но опять все вернулось Получается что Она понятно Проблему не убрала Но все симптомы Которые были Вот эти мышечные У меня там надрывы Эти все микро Она же делает УЗИ Перед тем как тебя принимает А потом после еще делает УЗИ Я говорю Смотри у тебя УЗИ чистое вообще То есть можешь ехать Типа симптомы убрала Симптомы убрала Я такой довольный Ехал оттуда Говорю пацаны Наконец-то Неужели я Ну нашли тот Кто это поможет Потом раз в две недели Все тоже возвращается Так а почему вернулось Потому что у меня была проблема В тазобедренном суставе Если уже брать тупо медицину Вот если там есть впадина А вот сустав И он туда входит Там есть ретлужная губа И вот она разорвана была В двух суставах Полностью Практически с двух сторон У меня справа сустав В осколок сустава доставил Дали в баночке Говорят На память Да И вот я уже Окончательно Я уже Мне это кстати Енс Демель К Германию Отправлял костяпату Там какого-то Топовому Который там Лечит всех К нему Все со Штутгарта Он в Штутгарте живет К нему Весь Штутгарте ездит Вся Германия Сборники ездят Там на прием Он там Профилактику эту всю Дает Травматизма Тоже не помогло И вот и последняя станция Это Рим был То есть Ну уже больше В принципе ехать некуда Уже все И все В Рим приехал Там сделали Контрастное МРТ Это делают Шприц И вот такая вот игла Просто себе Вот Сазоберный сустав Возят Иглу эту И жидкость специальная Она там тоже По суставу распределяется И все видно Ну и все На колясочке Меня закатили Положили Сделали МРТ Вышло это Там русскоговорящие Две Женщины работали И сказали Вот такая ситуация Нашли Две операции Да То есть Сто процентов В этом Есть профессор Переезжают по всему миру Приезжают раз в месяц К нам Если сейчас хочешь Согласуем Даты И все И будем операцию делать То есть получается Дима Если бы ты сразу Поехал в Рим Да То ты бы не мучился Два года Да Ну как два года Ну год же искали Ну искали год Да То есть получается Вот я поехал В четырнадцатом году Получается В конце четырнадцатого года Я поехал в декабре туда Они мне поставили Точный диагноз Единственное Что могло сместиться Могло сместиться На три месяца раньше Могли найти Потому что мне в клубе Два варианта дали Либо ты едешь Куда тебе этот Йенс Советуют Либо в Рим Я выбрал Германию Поехать То есть прогадал Получается И все И вот уже в декабре Мне поставили Точный диагноз Озвучили сумму Вложений И все Я позвонил Ну руководителям Тренеру И все объяснил То есть получается Все БТ компенсировал Все твои расходы Все расходы Да Я же говорю Потому что это Уровень европейский Был вообще во всем Ну то есть тебя БТ откровенно говоря Подержал То есть продлили контракт Тебе это помогло Вот все-таки мысль О завершении карьеры Это было самое главное Я бы просто эти деньги На тот момент Я бы не потянул У меня не было даже Этой суммы Чтобы Закрыть А Франки А он думал Пятнашка Зачем ему деньги Зачем ему деньги Нет Ну опять же Там такая ситуация Я позвонил Ермаковичу Рассказал Все потом Анатолич мне позвонил Говорит Ты уверен Что ты сможешь Столько времени Прошло год Не играл Я говорю Анатолич Я сделаю все Мне важно Просто быть при команде Просто чтобы Был тренировочный процесс Нормальный Чтобы медицина Вся рядом была Доктора Чтобы помогали И все Ну они там Собрали совещание Я знаю Сто процентов Там был доктор Начальник команды Он Ну Ермакович Главный тренер Ну и в итоге Решили Что надо помочь Дима Слушай Ну сумма Очень большая 300 евро Это без реабилитации Просто две операции Реабилитация Стоила По-моему В день 150 евро Ну я пробыл И сколько Я сделали операцию Я в сумме Там был На реабилитации Дней Ну вот С двух операций Наверное Дней 20 Ну плюс-минус То есть получается Что если бы не БТ То по-хорошему Любой другой футболист Закончил бы сутбол Закончил сто процентов Ну опять же Я не знаю Может быть там В других клубах Тоже бы пошли бы В Аду На вступки И сказали бы Мы тебе обвасим Ну условно Вместо подъема Например Что-нибудь такое придумать Опять же То что БТ Мне это сделал Мы всегда вспоминаем Там всегда Я благодарен за это То есть То как поступил Тогда клуб Отнесся С подниманием Это всегда Останется со мной Я буду всегда благодарен Анатоличу И всем Кто в этом Принимал участие Я знаю Что Ермакович И Сверский Григорьевич У нас начальник команды Легенда Он тоже Он очень сильно Отстаивал Говорил Надо помочь Надо помочь Ну то есть Они приняли решение И вот благодаря Всем этим людям Мне еще удалось На два года В футболе В Доге Потом еще Зацепиться Вот ты вернулся Прям очень круто С Витебском Я думаю Матч помнишь 1 плюс 1 То есть Ты выдохнул После гола Да Я наверное Когда забил Вот этот момент Когда я бежал Там что-то радовался Я даже Ну уже после игры Не мог вспомнить Что-то происходило То есть Там настолько было Эмоционально Там Потом рассказали Что Анатолич Там в трибуны Кричал Мазуль Это было слышно Настолько его И он потом После игры подошло Кстати Ну мы же чемпионами стали Все Я говорю Анатолич спасибо Там все что вы сделали Он говорит Дим Я тебе скажу правду Что ты больше всех В нас верил Типа сам себя Чем у тебя То есть У нас было меньше Веры в то Что у тебя получится Чем ты сам верил Ну так я Ну просто у меня Сразу слезы Там все Пойду Утрусь короче И пойдем Прямо При этом Концовка чемпионата Четыре последних тура У тебя 3 плюс 3 В кубке 2 плюс 1 И еще 4 матча В лиге чемпионов Ты вернулся Понимаешь Ты выходишь На таких эмоциях Ты просто 2 года Не мог жить без боли Вообще по сути То есть Любой выход на поле На тренировку Это боль постоянная И еще когда Наслаивается Вот эта вот неизвестность Ты не понимаешь Что происходит вообще Никто не может Там гуру Белорусской медицины Тебя принимают И разводят руками И ты просто Ну думаешь Ну как такое может быть И у тебя момент Это заканчивается Ты просто выходишь на поле И видишь мяч Трибуны Ворота И то что тебе Вот только это надо было Вот в жизни Больше тебе ничего не надо И доказать И это настолько вот эмоционально Там Ну я не уставал В тех играх То есть пацаны Уже у них конец сезона Они знаешь Там уже в лигу вышли Все задачи выполнили Там все А ты вот выходишь А у тебя как первый тур Или как первый матч Вышли в лиге Ты настолько вот Заряжен на борьбу На эти эмоции Все И я еще тогда думал Блин Чего так чемпионат Долго и рано закончился И на этих эмоциях Там бы До короба еще До верхов Бомбардирской гонки Ну давай вспомню Наверное Барселону Все-таки Бавария Понятно Валентия тоже круто Но Барса и Кампноу Как тебе вообще Атмосфера уровень Наверное сыграть В Барселону В смысле у меня с Барселоной Это 100% Удачных действий Чтобы вы понимали По инстату было В плане передач Или что-то еще Ну да 10 из 10 В Владении сколько там было 73 на 27 По-моему Так и в Барсе 10 10 касаний Барсе Все точно Холланд Ты знаешь сколько сейчас было В последней игре с Реалом Касани Два Не Ну Не 12 по-моему Тебя Барса тоже перекрывало Пике плакал Не знал что делать Честно Опять же Это Вот Барселона Наверное кстати Это наверное единственная команда Даже сравнивая с Баварией Мы были уверены Что Ну мы можем Мы реально можем С ними бодаться Но Барселона Ты просто смотришь Эти разборы игры И просто сидишь Думаешь Ну ты вообще Это Неймар Что делаем Что с Неймаром Ну Сребери 2-1 Делали на фланге 3-1 Давайте попробуем Просто чудак 3-1 Выигрывает Выход из обороны Тештегин ногами водит Будем накрывать Ну думаем Что может попробуем Ну дома Там Чо поле Там Ноябрь Может где кочечка Там какая Просто смотрим Тештегин Вот низом передачи Они так себе разошли Специальный момент был И он просто на Суареса Водит мяч низом А там у них потом ситуация 3-3 В итоге она трансформируется В 2-4 А это гол То есть если остается Месси и Неймар Двоем против четверых Это практически гол Ну Очень большая вероятность Нет Давайте назад Меня так еще удивило Я помню Отчет читал В какой-то газете И там Кто-то написал Что вот Не хватило наглости Все Можно было бы Притинговать дома Это просто такой раз Это флешбек в голове Ну Накрыли бы Да Сколько 8 бы досталось Объективно Барса Это была та команда С которой рассчитывать На положительный исход Можно там Ну я не знаю Чудо Нечудо То есть они даже Там недооценки Не могло быть Ничего То есть они бы все равно Добились бы своего Может опять же С точки зрения Там Спортивного Вот этой наглости Всего Это неправильно так говорить Но Это была лучшая команда В мире Давайте объективно Очень тяжело С соперничеством Суарес Никого не касается Нет Его гайдучик выключил Борисович Тоже Мы его потравливали Потом гайда В смысле Сейчас нарезку отправим Тебя там куда-нибудь В Германию В Вольфбург поедешь Короче А он в Жозиду поехал Перекусил Суарес И поехал в Жозиду Нормально Не Опять же Воспоминания Конечно круто Камп-Ноу Ну ты Думаешь Ты по телеку раньше Это видел Сейчас ты здесь Или там еще Я два месяца назад Вели крутил Еще не знал Или фудо буду играть А тут я спустя Два месяца На Камп-Ноу выхожу И в составе еще В этом контраст Тоже большой был И кстати Вот удивительно Не знаю ли это Ну Валенсик так же Плюс-минус болели Когда играли А испанские болельщики Они ну не шумные Там все подсказки Тренера слышно 60 тысяч по-моему Было или 50 На Камп-Ноу Там все слышно Такая театральная обстановка Знаешь там Доворот дошли Пробили Они такие Ооо Все Аплодисмент То есть такого Как ты там в Германии Или там Не знаю Мы играли в Македонии В Израиле Там вообще невозможно Ты не слышишь никого А тут вот Именно культура боления Чуть другая Театр Футбольный театр Как это на Улт Траффорд Написано Вроде бы там Футбольный театр Мне даже казалось Что вот Как ты сатишь И там Ну Барса владеет мячом Там могут Сколько там передач Они делать Без остановки Там забрать тяжело И там раз Тренер выходит И такое ощущение Что вот он начинает говорить А трибуны притихают Типа послушаем Чем там он говорит Вообще Ну серьезно То есть такой Контраст большой Так Дима Ну понятно Что опять мы Про хорошее Да вернулись Но снова приходится Возвращаться к плохому Потому что сразу же После этого Гол Да Ну не то что плохое Но один гол в сезоне Ссылка в дубль Интервью Капского Там все вместе И он тебя в том числе Косвенно упоминал В том интервью Ну было понятно Что опять же Все вот Сейчас конечно бы Я вот сейчас могу сказать Что надо было быть Не таким категоричным Но в тот момент Настолько было Плохое эмоциональное состояние Не было Мы не вышли в Еврокубки Вот это все комом 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 И оно вот как-то В этот негатив Весь вылилось Понятно Что сейчас бы Ну я бы Каждому футболисту Советовал бы Ну не выносить Вот все Все что было внутри Лучше поговорить Один на один С тем Кому ты это адресуешь Это намного проще Хотя при этом Я когда дал интервью Потом Прошло какое-то время А на утро Звонил Анатолич Я думаю Не буду брать с утра Потому что Пришло ему электронная версия Думаю Надо подождать Я ему в обед позвонил Мы очень хорошо поговорили Да Может где-то там Был в чем-то неправ Он в чем-то неправ Ну пришли к общему знаменателю Я потом звонил С чемпионствами Поздравлял То есть писал Вернее То есть Никаких проблем У меня все равно От БТ останется Только хорошие воспоминания Все плохое Забылось Давно И это Ну вот Сколько мы обсуждали Хорошего А обсудить Плохое остается Это в любой Кстати команде У любого футболиста Есть такие моменты С любым тренером С любым руководителем Где Ты не можешь быть На 100% Всегда быть всем доволен Что у вас там Всегда отличные отношения То есть Уже в принципе Такого не может Как Мауриню даже говорил Если у меня Все любит Любит вся команда Ну это все Это первый признак Что скоро Крак будет То есть не будет Все равно Те кто не играют Недовольны Еще кто-то недоволен То есть Я это обычный Рабочий момент Поэтому я оставляю В голове и в сердце Самые лучшие Самые У меня был такой Спектр эмоций В БТ От супергода Там травма Сборную даже ездил То есть Все было У меня От минуса до плюса Столько было Вот этих Переживаний Эмоций Всего Что ни в одном клубе Наверное Б столько не пережил Так что Получается Что сразу Рейнджерс Через месяц Наверное Может полтора И как такой вариант Вообще мог появиться Потому что это Гонконг Ну это тоже Агенты позвонили Вот есть такая экзотика А кто тебе звонил Джокки Чан Нет Позвонили агенты Предложили Такой вариант Я поузнавал Попытался Как бы Чуть поверхностно Потому что Узнать детали Тяжело Потому что Никого не было Чтобы это все пробить Ну думаю Ладно Ну попробую Хорошо Но не получится Ну ладно Вернусь Поэтому Чтобы просто не терять С октября По январь Думаю Ну даже Три месяца Ну что я теряю Подписали там По-моему На год контракт Ну все Все в принципе Было нормально Единственное Что мне надо было Просто перед тем Подписать контракт Посмотреть все условия Там проживания Почитать типа его Все что Все что около футбола Вот эти условия Надо было сразу посмотреть Я думаю Тогда бы уже у меня Все это отпало Ну я бы сказал Давайте я лучше вернусь И все Подожди Ну это же Гонконг Ну да Сам город Это понятно Это космос Но команда Понятно что Так себе и было Хотя условия хорошие были Условия по зарплате А что около Футбольное Ну опять же Это катастрофически Типа 10 человек В общении На фоне вот этих Своих проблем Которые у меня были И как тяжело Иногда давались Игры на синтетике Думаю Блин ты ты что Каждый день Тренироваться На синтетике 35 градусов То есть Ну Понятно Опять же Что Может надо было Потерпеть Может быть Сложилось По-другому Но я принят Для себя Что здоровье Важнее Я еще Все равно Я хочу еще Поиграть Возможно После того же Гонконга Еще вернуться Может в Беларусь И еще Поиграть в команде Какой-то У меня не было Такого что Вот я уехал Там в этот Гонконг Какой-то там Вариант непонятный Там буду до конца Карьеры Так а расскажи Немножко вот про Гонконг То есть про Чемпионат Что там вообще Это вообще Это другая планета То есть во-первых Плотность населения Там они везде ходят Там эти дома Меньше 40 этажей нет Все вверх Строится вверх Вверх Трешка Трехкомнатная квартира Для них это большая Это 45 квадратов Это у тебя дворец Получается Но они же сами Тоже маленькие Да Так хорошо Они как бы Спят не лежа Один на один Становятся И все там Сколько метр на два Нужно И нормально То есть И Уровень всего Там метро Транспорт Инфраструктура Идешь просто по улице Открываешь Вай-фай Там 200 200 из этих Сетей Точек Говорю Как Я директору Пароль скажи Ты crazy Ребирай любую В смысле Free Yes Free Давай Давай Сидеть То есть Ну уровень Конечно Страны Города Они по-моему По экономике Ну это Один из Ну экономический Центр Там порт Я не знаю Минск Наверное Весь Такой огромный Ну то есть Ты когда опять Приезжаешь Первый раз Офигеваешь Просто офигеваешь От этого Объема От этого Вот это движение Постоянно Какой-то Спешат Куда-то Все Ну то есть Бизнес Просто бизнес Одна из бизнес-столиц мира Получается Фанаты Болельщики То есть Команда На них мало Ходило То есть Там сколько Живет Ну живет Десяток Миллионов Миллионов Много Да Едва десятка Сколько ходило Человек 150 Да 500 600 Плюс Минус так Ну опять же Я туда поехал К команду Которая там Была под вылетом Там у них была Команда такая Китчи Называлась Она очень хорошая Была Они в лиге Чемпионов Ази Даже неплохо смотрелись Я видел даже Там одну игру Их Ну там реально Хорошая команда Была Типа на них ходили Центральная команда Городская Ну опять же А прикинь какой плюс Все в одном городе В Гонконге Никуда Ни выездов Нету ничего А еще Кстати Почему я решил Решил Ну не оставаться Потому что там Еще проблемы с визой Были для жены Для ребенка Что им пришлось бы Потом с Гонконга В Китай выезжать Возвращаться По-моему Ну что-то такое То есть это тоже Была вот Одна из причин Но при этом Я встретился С директором Он говорит Дима Никаких проблем Они кстати Мне еще дали Кэш Чтоб сразу на жизнь Было Я ему возвращаю Когда уезжаю Смотрит на меня В отгодели На кровать положил Он говорит Что ты делаешь Говорю Как я не могу взять Потому что Ну по сути Я вас подвел Вы там уже Ну шпрессу дали Все А так получилось Говорю Ну в итоге Мы реально ушли И деньги там остались Не знаю И горничная счастливая Серьезно Ну может быть Стоит было там А это много денег Он тебе там Ну опять же Мелочь Может какая-то мелочь Много Очень много Очень много Так это был Геваркян Наш пятнашка Преследует эту цифру В общем ты слетал отдохнуть Еще и заплатили Ну нет Я очень мало пробыл Кстати Три недели до сих пор Да То есть там Даже не то что Не отдохнули Ну неужели только из-за полей Да То есть практически Виза, поля Ну и вот Что жилья нормального не было То есть там Ну ты помнишь Там Меня завели в квартиру Которую мне показали Там она стоит Три пятьсот в месяц долларов Ну а если бы они оплачивали ее Они оплачивали Ладно За свои За свои И сколько там квадратов У них там по-моему Ну опять же Без столько времени Прошло Были варианты Они вот готовы Вот эти Если берешь варианты За счет клуба Если хочешь получше Доплачивай короче Какую-то сумму То есть было Было такое А там совсем какая-то Маленькая каморочка, да? Как у Гарри Поттера? Я же говорю Трешка Пойдем трешку посмотрим Ну как трешка Ты же сам скажешь Ты сорок плюс квадрат То есть там даже больше Качество понимаешь Ну размеры это не Потому что жена-ребенок Нормально За городом Там где-то было Мы не можем больше Позволить себе Понятно Опять же Сейчас я может быть Даже бы и остался Вот серьезно Опять же Сейчас об этом Легко говорить Но тогда ты думаешь Жена приедет Как они вообще приедут Как им визу получить То есть Было много сдерживающих факторов Ну и плюс поля Тем более у тебя был вариант Поехать домой В Брест Нет Где Где 80 квадратов Ты получается Поехал в Минск сначала? Да Поддерживал форму А, то есть не играл, да? Не было варианта остаться Был Ну там же даже в товарищеских матчах играл Со службой Да, со службой Короче, была ситуация Я приехал с Гонконга Все, я в Бресте нахожусь Получается И чтобы поддерживать форму Мне помогли Ну поговорили с Георгием Петровичем Кондратьевым Он говорит Приезжай Все, я приехал Тренировался с ними Наверное Около трех недель Сыграл спарринг там По-моему даже И настал момент даже Когда Я не помню Ну это не он, по-моему, подошел А кто-то из клуба подошел Говорит Ну не хотел бы вообще остаться В принципе за нас играть Я говорю Ну я готов рассмотреть Как бы ничего Я вам честно говорю Следующий день тренировка Мне с Бреста звонят Ну вот и все Говорит Мы тебя в Бресте ждем Я говорю Что делать опять Вроде как Дал согласие Ну понятно, что я не сказал на сто процентов Там ни условия, ничего Не обсуждали Все Ну вроде как И помогли И все И тут такая ситуация Ну я говорю Нет Я поеду в Брест При этом Опять же Брест дал меньше Чем мы Даже представляете Я потом встречал Одного из руководителей ФК Минска Мы с ними в первом туре играли Я еще Минску забил Да Благодарю Боже Единственное Которое Петрович Слой будет Это вообще На тренировал А ты вообще знаешь Подбежал там Как Никифоренко Я отвечаю Это вообще Это вот как Никифоренко Сейчас Скрипченко Подбежал Я не удивлен Если честно На лига Каждый сам решает Конечно Ну я Я тоже не сделал Ну и все И в итоге В Брест В Брест перешел То есть ты всегда По карьере Когда у тебя есть варианты Более денежные Ты выбираешь Где меньше платить Я выбираю Там где мне комфортнее Просто будет И ментально И вообще во всех Во всех вариантах Ну то есть в принципе Ты не про деньги Хороший Ну если так разобраться Ребята Когда я переходил В БТ Мне в Сарегорске Такие бонусы За чемпионство Предлагали В БТ Самые маленькие Бонусы вообще В Беларуси были За чемпионство Потому что В БТ Бонусы Это все твои премиальные За год разделить на два Почему? Ну потому что Вот смотри Ты сыграл За сезон Там 15 победных игр Ну то есть Твои бонусы Сколько получается? 7500 Ну к примеру Хорошо да Ну 15 игр мы берем Ну по тысяче Пускай премиальные 7500 Сыграл 5 игр Победных В которых участвовал Дили тоже на два Ну такая система была Я не знаю Ну потому что БТ и так Знаешь Катом проходится Катком проходится Много побед Это лига чемпионов И зачем Бонусы давать За чемпионство Сильно большие Если и так Потенциально Чемпионы Уже сколько там Лет подряд Тогда уже Сколько 8 или 9 Тогда были На тот момент Подряд А Шахтер Конечно будет Выставлять большие бонусы Они все равно Не достанутся Они просто да Они другим способом Они во-первых Тебя в Солигорск Не заманят Кроме как деньгами Получается Ну представь Ты живешь в Минске В Солигорске Кстати Это же всегда Юргейчик И покойный Иван Журовель Говорит что Это один из факторов Почему футболисты Выбирали Динамо Минск И БТ А потом Только Шахтер Ну именно Город Для проживания А уже чуть позже Как раз Шахтер Потому что деньги Были уже сумасшедшие Ну да Никто бы их не перебил Очередным человеком Который скажет Что это один из лучших Тренеров Который был И заслуженно И заслуженно Конечно То есть у него Опять же Я не знаю У него такое спокойствие Хотя может это вот Спокойствие Знаешь Он внутри это все Сдерживал всегда Не выплескивал эмоции Что там накричать на кого-то Или что Такого никогда не было То есть это Тренер с идеальным Набором качественного Для меня Спокойный Знает Матчасть Подготовлен Ну все Тактику Все знает Супер вообще И настолько пацаны К нему всегда Относились Я не знаю Наверное Ну опять же Как вы сами говорите Нету ни одного Ни одной команды Где бы он работал Чтобы футболисты Его недолюбливали И что То есть он настолько Гармонично Всегда у него Это все было То есть да Мне с ним было Очень комфортно Очень классно Реально классно Приход Зайцева Это получается Начало Только его Брестской динамо То есть условия В Бресте сильные Я имею в виду Поменялись Вот говорил То что Батте Это топ Условия вот в Бресте С его приходом Сильность поменялись Тогда нет Батте Конечно Больше платил тогда Скорее всего Особенно лидерам Там понятно То есть Ну понимаешь Я же сказал Что мне в Минске Давали больше Чем в Бресте Ну я имею в виду Не денежная Я имею в виду Инфраструктура Там еще Тогда еще не выдавали Она была и такая Она раньше и была У нас была сумасшедшая база Ну в плане поля Я имею в виду Именно качество полей Потом они там Небольшое здание Достроили Под раздевалки Там массажные Конференц-зал Чтобы теорию проводить И он Понятно Начал уже Ну приводить Все в порядок Модернизировать Там они Автополив Да установили Везде Вот эту базу Красиво там Все разрисовали Так все Ну тоже по-европейски Было Он Зайцев Он очень большой вклад Вообще внес В развитие Даже не только Брестского футбола Белорусского даже Если бы Ему Ну вот если бы У него дальше Интерес был бы Ну он Он очень серьезно На многие вещи Был настроен То есть тут У нас очень бы Сильно бы все поменялось Если бы он остался В футболе Хотя Но при этом Я понимаю Что для этого Чтобы это все было То есть там Нужны были реформы И вообще В организации У нас чемпионаты Что должна была быть Лига отдельно Должна быть федерация отдельно Даже может Вообще Все лиги В принципе Какая-то должна была быть Независимость И он очень часто Тоже по-моему Но об этом всегда говорилось Что должна быть своя Вот эта премьер лига Типа Потому что он рассуждает Как бизнесмен Он занимается бизнесом И у него понятие Вообще У него склад ума другой Не наш белорусский То есть он работает Там везде На западе На востоке Он все это понимает И он понимает Как вообще У него везде Рыночные отношения По сути А рынок Это просто конкуренция Если конкуренция нет До свидания Ничего не будет Вот он хотел К этому прийти Но когда в семнадцатом году Ты переходил в Брест Уже известно было О том Что там планируют Он приезжал Всегда это рассказывал Кстати Собрание проводил Нам часто Перед играми А собрание Там часто было Когда видео Где он в кальяне Сидит с кальяном То есть Как вы вот К этому относились Я из того Что видео помню Он часто там Из машины Понятно Занятой человек Он из машины Давал Это детали Ну я честно Вообще На это внимание Не бросил Это просто Такие мелочи Которые еще Дополнительно Разбавляют Он был очень занятой У него не часто Получалось приезжать В Брест И мы когда играли Допустим В Минске Или в Жодино Или в Борисове Он всегда приезжал Команде в отель Старался И там Собирал команду И рассказывал Что он хочет Какие планы У него там были планы Вообще Минский центр построить Как и стадион Даже уже прорабатывали площадку Мы смотрели Думали Как Марадона Потом приехал Уже Все думают Ну что Вчера еще Тринджик искали Вчера Марадона приехал А ты здоровался С Марадоной? Не Я был тренером Дубля тогда Помощником И он только К основе приезжал На стадион И потом он после игры В раздевалку заходил Смотри Получается Что вы берете кубок Да Но при этом Ты же уходишь Из команды Да И почему ты ушел? Ну Как сказать Сказали Что будем тебя Отзаявлять И будут другие Футболисты играть Рыночная экономика Конкуренция То есть неужели Там легенда клуба Не мог остаться Хотя бы там еще на пару лет Не знаю А в каком ты сам Вообще состоянии был? Ты помнишь? Ну то есть Какая у тебя была форма? У меня форма Я вам сейчас Кстати вот эту тему расскажу Что я перед Мы играли первые игры Динаминска В кубке Весенняя стадия Я за Наверное Дни 10 до этого Получаю в Испании На сборах травмы Просто 10 дней практически Не тренируюсь Я потренировался Наверное За два дня До игры с Минским Динамо первой В кубке В Минске мы играли Я потом все игры Отыграл в составе И чемпионат по-моему Начинал в составе И я просто В такую яму угодил Физическую Потому что у меня Во-первых После Гонконга Простой был Там два месяца Потом я до февраля Не тренировался Поехал в Минск Георгий Петрович Тренировался И вот у меня Трехмесячный Перстой Потом сказался Что я попал В эту физическую яму Ну я объективно понимаю Что я выглядел Не активно То есть тут вообще Вопросов нет Я уже потом Когда приехал в Литву Уже начал тренировать Ну набрал форму Через игры Все Я себя почувствовал Реально потом Что вот-вот Я лучше Ну тогда Видно Ждать не хотели Поэтому так и получилось Как у тебя случился Вариант Световой Ребята посоветовали Белорусы Которые были Нет там Я тоже не помню Кто-то позвонил И сказали Что вот Если Атланта Там борются За тройку За четверку Хотят в Еврокубки Попасть Ну будешь рассматривать А там Тоже настолько так Все быстро было То ли у них окно Закрывалось То есть надо было Все быстро делать И другие вариантов Даже не успели Возникнуть В принципе Все поехали А я еще посылал К Лапи До моря Город там Паром Швеция Можно съездить На экскурсию На экскурсию Ну то есть Мне интересно было Попробовать Я никогда за границей Не играл У меня даже Литва Снож за границей Правильно И вот интересно И чемпионат новый Посмотреть Я как бы Ну я с удовольствием Поехал туда Серьезно Вместе с тобой Там был Калятка Колпачук Герман И Чиж Да Все Брески почти Кстати Тройка-семерка Березов Два Березовских Да Я Брески Мишка Мишка Минский Наверное Мишка Минский Тоже нормально Было Кстати У нас тренер был Он сборную Раньше Литвы Тренировал В Киеве Играл Панкратев Тоже мужик Супер Тоже очень комфортно С ним было Он понимающий Такой Грамотный Специалист Чуть-чуть Не хватило нам Конечно В последнем туре Попасть В четверку По-моему Четверка дает право При условии Что кубок Выиграет Какая-то команда Другая В Еврокубке Так же как у нас Ну да Вот такая же система И мы в итоге Под эти задачи Мог потом Спонсоров привлечь В итоге Потом вообще получилось Что мы в играх этих Участвовали Договорных Но мы-то не знали Опять сдавала Опять не сдавала Оказалось Знали Знали А вот Как раз пять белорусов Сдавали Я тебе говорю Пять белорусов Не знала Я тебе расскажу больше Потом приходил руководитель Говорит Слушайте Там у нас информация Ну мы видно С органов Там сказали Что есть такая информация А мы там еще Вспылили всех Говорим Беларусь особенно Вы что Игру не видите Как мы выкладываемся А потом Уже прошло года два Эта информация сплыла Команду спустили Там в третий дивизион Дисквалифицировали Всех футболистов Кто в этом участвовал Я потом начал Эти игры Думаю Да я посмотрю Я вот там реально Нарезку смотрел Ну что там Вратарь творил Конечно У меня тогда мысли не было Ну у меня была мысль Он просто слабый Типа слабая команда Ну он слабый просто И все То есть защитник Ну как могут защитник Обыграть Все он слабый И все не был замешан Потом он еще В сборную Литвы играл Он просто слабый Просто слабый Да Ну видно за пять лет Он потом добавил Попал в сборную А смысл вообще Слабых подкупать Они так все сделали Не ну там Ну я детали не помню Ну именно как там Эти ошибки были Прям настолько очевидны Или нет У тебя в принципе Неплохой отрезок Ты забил пять мячей Три голевые передачи А дал шестнадцати матчах Ну наверное вспомнил Что такое голы забивать Да Да ну я там реально Получал удовольствие Там вот настолько Вот какая-то Расслабленная атмосфера была Во-первых там ну вот Уровень такого чемпионата Ниже конечно Чем в Беларуси был Футболисты Которые Очень много молодежи Было в команде И вот они как бы Вроде смотрят на тебя И там ну вот Подскажи Расскажи И ты вот как-то вот У нас такого вот В Беларуси нет У нас молодежь боится Может я не знаю Чего вот Со старшими общаться Ну так вспомни себя Жду пока Да Ну вот я же говорю Это проблема Они вот европейцы Они более Раскрипасированные Вот у них коммуникация Намного лучше выстроена Чем у нас И даже вот Тренера я обратил внимание У нас тренеры даже Ну вот меньше Общаются с футболистами Ну по крайней мере Даже где я играл Там кроме вот Понятно Гончаренко Журавля У них очень хороший контакт был А вот этот тренер Он прям вот Каждую тренировку Там чуть ли не со всеми Вот тренировка Он со всеми успевает Переговорить индивидуально Либо до Либо после И мне вот Ну мне классно было Плюс белорусы были в команде Море там Лето Ну классно было Швеция Съедел Блин не доехали Не доехали Не получилось Потому что там у нас Виза была Была заканчивалась Уже почти Там 90 дней пребывания Оставалось И мы по дням Этим бы не успевали Просто вернуться Еще потом Депортировали Нафиг и все Дима Знаешь как у меня мысль Вообще появилась в голове А вот когда ты Условно там в Батте И ты там недавно играл С Баварией И Барселоной А потом ты в Атлантосе Да Атлантос Атлантос В Атлантосе Оказываешься В чемпионате Которая слабее белорусского То есть ты Не прокручивал В голове у себя мысли Что ну почему Вообще так все заканчивается А должен был В Барселоне Или в Баварии Нет Ну опять же Бавария Это уже было давно Там сколько Пять лет к тому времени Пришло То есть мне на то время Сколько уже было Тридцать Тридцать два года Я при этом понимал Что эти травмы Они бесследно не проходят То есть ты все равно Теряешь там В скорости Теряешь в чем-то То есть однозначно Качество у тебя теряется И я как бы Ну понимал что Ну наверное уже пришло Вот-вот-вот Скоро тридцать три Что ну То есть в принципе Ты даже физически Там не можешь Конкурировать с молодыми Ну тяжело По крайней мере И всегда Условно говоря У меня была Козрь был Скорость А ты когда ее По чуть-чуть теряешь И ты сам это ощущаешь И просто ну Нужно было Чуть-чуть перестраиваться По-другому играть Там Опускаться ниже Больше с мячом То есть меньше за спину Ну так простыми словами Говорить И я как бы У меня в Атланте Это очень хорошо получалось Ну мне Мне нравилось То есть мы с тренером Даже это обсуждали Он говорит Давай ниже будешь Типа у тебя хорошо Недодача там получается Ничего Разгоняется так вот И вот у нас был Хороший контакт И я как бы К этому относился нормально У меня не было Я не сожалел ни о чем У меня не было там Какого-то негатива Ну спокойно воспринимал Что ну значит Так должно быть Слушай А молодежь вот там Ты говоришь На более открытые Ну вот подходили И говорили Ну как там Бавария Как там Месси Ну меня спрашивали Понятно Но они даже больше Подходили Спрашивали Именно рабочие моменты А вот как открыться А как там корпус поставить А как Вот скажешь Вот в этом В этом моменте То есть И они с тренером Много общались У нас такого нету Вообще То есть у нас в Бресте Даже были вот эти Молодые пацаны Кто тренировали с нами Там у меня уже в Бресте Тоже 32 года было Никто ничего не спрашивал Может это стеснение Может это Ну я не знаю почему У нас даже коммуникации Между тренерами Кстати В высшей лиге нету Ну слышали когда-нибудь Что вот Там семинар Тренеров Беларуси Всех лиг Собраться Просто пообщаться Ну там про тенденции Какие-то Такого нету И это кстати Даже в России проблема Вот Гончаренко Об этом говорил Многие говорили об этом Что европейские тренеры У них постоянно Коммуникация между собой Кстати вот личка Когда тренировал Брест Он же всегда говорил Я тренера команды Приезжающей в Брест Всегда приглашаю Открываем бутылочку вина Там Хотят не хотят Это уже Их решение Но мы общаемся Ни разу никто не отказался Мы общаемся С собой бутылочку Еще в автобусе Типа общаемся с ними По крайней мере Проговариваем Какие-то моменты Что-то делимся Это была От него Инициатива Ну опять же Он просто европейцы У них Ну чуть-чуть Даже Очень сильно Отличается Вот реально Это особенно Когда в Европу Приезжаешь Ты просто Вишь даже Как люди По-другому Общаются Друг с другом Насколько они Более открытые И не боятся Общения По сравнению С нами То есть это чувствуется Очень хорошо Может просто они Английский знают Ну факт Тоже кстати Да А у нас Немножко так Стесняются И переживают Это тоже Закрепощает Сто процентов И да Я уверен Это тоже Одна из причин Но все равно Ментальность Она отличается От нас Посмотри Да Ты после Литвы Снова возвращаешься В Брест Но ты тренируешься С дублем Ты планировал Все-таки Закрепиться В основе Подтянуться Или как Не-не-не Я поддерживал Форму просто И параллельно Там были варианты У меня Торпеда Минская Там был По-моему В Могилев И в Могилев Уже съездил Но пробыл там тоже Пару дней буквально И у меня еще Поступило Параллельно Предложение Я созвонился С Зайцевым И говорил Что Когда я уезжал Из Бреста Он говорил Ну я тебя всегда Здесь жду Никаких проблем Возвращайся И все Я ему позвонил Говорю Николаевич Вы как вообще Смотрите Если я вот Закончу карьеру И вернусь Клуб Говорю Выбирай Чем ты хочешь Хочешь в медиа Хочешь Там у нас IT отдел Формировали Начинали Хочешь Спортивную часть Говорю Нет Давайте я спортивную Тренеру Хочу попробовать себя И все Плюс тренер Дубля Тогда был Кузьминич Он предложил Говорит Давай Если хочешь Если будут мысли Заканчивать С удовольствием Возьму тебя в штаб Ну и все Так и сложилось Я пришел Главному тренеру Днепра Говорю Вот У меня такой вариант Возник Говорю вам честно Я опять не хочу Просто Мотивацию скорее всего Честно Мне будет очень тяжело Найти мотивацию Тем более Еще финансовый Был вопрос Что у меня Те же условия Что два могилев Мне в Борисе давали Тренером Поэтому я согласился Закончить Дима Тебе было 32 года Ближе к 33 Но честно Я же сказал Тренеру Самую главную мысль Я не гарантирую вам Что я смогу Найти мотивацию У меня на то время Была только одна мотивация Добить Там 4 года Оставало забить до сотки Чтобы 100 было за карьеру Тогда еще вот это Держало Но я настолько был Уже истощен физически И морально За последние 2 года После восстановления Мне было очень тяжело Не хотел просто Даже занимать Место молодых пацанов Может каких-то Которые могли Вместо меня играть И потом дать Дальше пойти по карьере Поэтому я был честен Перед собой И все Как тебе вообще дался Переход от игрока К тренеру Ты сильно поменялся Или нет Ну первые года 2 Наверное Понятно что Особых отличий не было То есть ты Поначалу Ты просто вникаешь Понимаешь Как это все Я потом на категорию Поступил Учиться И ты просто сидишь Там на обучении Ты понимаешь Какая-то огромная разница Вообще Это настолько Вот 180 Чтобы быть тренером Чтобы быть футболистом И ты вот В этот весь Курс входишь Ходишь потихоньку И как бы таких У меня не было Больших потрясений То есть я был к этому готов Я сам к этому пришел И мне морально Мне просто очень интересно было Вот что самое главное Что меня движило Мне было очень интересно Посмотреть Как его быть тренером Как это вообще Изнутри работает И плюс Дубль Молодые пацаны То есть я сам понимал Что я Даже не обладая Там никакими Практически знаниями О тренерстве Ну имея карьеру Более-менее нормальную Я мог что-то им все равно Подсказать То есть вот это Меня двигало Приходит Ковальчук Он тебя зовет В основу Ну там уже Совершенно другой уровень Да Ну Dream Team Да Был тогда у нас В Бресте Ну опять же Чемпионская команда Да Все условия Все То есть сборы Все оставалось На прежнем уровне Только Рух появился В высшей линии Ну все Ни для кого секретов Да не было Понятно что Николаевич был И в Рухе И в Бресте Пытался строить Но в итоге Потом выбрал Рух И мы все И все футболисты Подсознательно понимали Что в этом виде Команда существует Последний год И мы понятно Что мы хотели Чемпионами быть Ну все Все оставалось так же Но потом просто Ковид начинается И это просто У нас в команде Был трэш какой-то Серьезный На этом фоне У нас пацаны Чтобы вы понимали 8 месяцев Без зарплаты сидели В тот сезон Чемпионская команда Получала максимум 10% От своей зарплаты Объясни почему На протяжении Ну вот Президент Не президент Приехал Я не помню Или видеообращение Сделал Сказал Что на данный момент У меня есть проблемы И я буду вам платить Вот такой-то процент Всем Финансовые проблемы В основном Бизнесе Руководителей Да И это Повлекло Вот эти Что я там Плачу там Ну пускай плюс-минус Там Две тысячи рублей По моему тогда По курсу было Вот эту минимальную часть А все остальное Я вам отдам Обещаю что я вам отдам Эти все деньги Закрою в конце года То есть мы тогда Не понимали Сколько это затянется Но он сказал По итогу я вам все отдам Ну если не ошибаюсь Он действительно все отдал Да Ну понятно Что тоже Но Он У нас ковид этот начался У нас забрали Я считаю Один из главных козырей В команде Это болельщики У нас фанаты Перестали ходить Потом уже В двадцатом году То есть представляете Когда я же ходил на игры Когда чемпионский год Приезжает Там без обид Энергетик Ислыч Который играет Там 300-400 человек А на разминке Пять тысяч сидит уже И сектор горлопанит Просто Там файер Жгут все То есть настолько на тебя давит Там счета были Гродно пять получал Энергетик шесть получал То есть Тебе очень тяжело В такой атмосфере В принципе играть Когда ты к этому не привык И это вот Та же ситуация У нас с ковидом Переболело Там 16 человек По-моему Мы приехали в Смолевич Играть У нас на замене Два человека сидело Мы шутили Мы реально рассматривали Меня дозаявить И чтобы я просто Для количества сел Мало ли кто-то сломается А мало ли Четыре гола еще добил бы И как раз У нас плачевно Так все было Что У нас реально накрыло И ушли Вот смотрите Бутер ушел Ушел Нихайчик Ушел Хабленко Который там На замену выходил Эти блядобедные Да То есть Ушел Эдуарто Который топовый защитник Был У него начало атаки Просто То есть Пришли там Сева Садовский Пришел Шевченко То они хорошие футболисты Никто не говорит Но объективно Они по уровню ниже были Плюс к нам пришел Элис Они с Милей На одной позиции играют И у нас головная боль Просто как нам совместить их И мы Понятно что Милю кроме как десятки Он никого не играет Мы Элисей на фланг пытались Там И схемы меняли И все В итоге еще раз И он вообще ломается Так он как бы накатилось На нас Все сверху Плюс эти финансовые Проблемы И вообще В принципе Эта команда Уже могла В принципе Прикатить существование В том виде В котором была Уже к июню месяца Первым Утранспортным окном То есть Только благодаря Петровичу Ковальчуку Его вот этим У него очень хорошее качество Он очень хорошо Находит коммуникацию С футболистами И умеет убеждать То есть Эта команда Сохранилась В принципе Просто И мы дошли до Еврокубков Ну в том составе Который в принципе Был в начале А при этом Его так много ругали Вот даже в тот период Да? Ну понятно Нас было за что ругать Результаты Вы представляете Когда после чемпионского сезона Там мы шли Там 8-10 Бывало сезон Ну места Мы там не выигрывали Средняков по таблице Понятно что После прошлого года Когда команда Одну игру Только Динамо проиграла Все хотели Чтобы мы так У всех сносили Можем повлиять Ни на финансы Ни на корону Ну на что мы могли повлиять Вообще Трансферы Это тоже объективно Ну давайте Что не Хайчик И Саня Гутер Сильнее чем Игнатович И Шевченко Ну при всем Уважение к ним Ну объективно Поэтому делали Что могли Понятно И уже после короны Выкарабкались Немножко Из этой ямы Все вернулись в состав Мы там Ислачей проиграли Нас просто возили Страшно в миски Мы пацаны просто не могли Не пешком ходили Нам все равно Надо было выходить на игры Потому что Ну ты же не можешь Дубль перевозить Играли тем Кто мог Поэтому корона Тоже очень сильно ударила Тогда по нашему составу Такой вопрос Тогда еще после Чемпионского сезона Ну я не знаю Просто в курсе Ты не в курсе Может быть По крайней мере Сможешь рассказать Не продлевают Главного тренера То есть личка Тогда Выиграл чемпионство И казалось бы Все Вот Лигу чемпионов Пожалуйста Заходите Тренер заслужил Выиграл Что произошло Тогда в команде Честно Я не знаю Я был тренером Главным в дубле И вообще без понятия Что как там сложилось Понятно что Наверное все ожидали Что тренер Выиграл чемпионство Он должен оставаться Но что-то видно У них произошло Я не знаю Честно Вообще без понятия Я кстати Никогда ни у кого Не интересовался По какой причине Марсел не остался Хотя ну понятно Что по логике Все ждали Что он останется Но опять же Имея такие проблемы Которые мы имели В этом сезоне Это еще может хорошо Что наш детский штаб пришел Что ну реально В таких условиях Не факт Чтобы европейцы Не бы смогли бы работать Марсел возможно Просто сам бы попросил Может быть Потому что Ну это реально Было очень-очень тяжело Все складывалось То есть Вроде одну проблему решаешь Вторая Эту решил третья И так вот До конца сезона Все оттянулось Слушай Тебе есть мечта Когда-то Стать главным тренером Брестского Динамо? Мечта конечно есть Но к этому я понимаю Сколько нужно пройти Выучиться надо И все На данном этапе кстати Ну мне вот очень интересно Будет с детьми попробовать Реально я этого еще не пробовал Ну дубль понятно Не то там уже Ребята более взрослые А вот с детьми прямо Вот реально хочется Потому что Ну долгая пауза Давно не работал И вот хочется попробовать Что-то новое А вот эта вот Новая история Которая начинается У тебя с детьми Ты там в какой должности? Тренера? Тренера или руководителя? Нет тренером Просто тренером одной из групп Или нескольких У нас задача сейчас Просто набрать группы Понять сколько там будет Человек Все выстроить эту организационную Всю работу Очень хорошо То есть хочется Почему еще подкупила Вот этот Друг мой Который это все организовывает Мне очень понравилось Как он это все Выстраивает Я Ну весь процесс знаю Мне это импонирует Фамилия Зайцев Очень бы хотелось Но 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 нет Поэтому попробуем Близ Давай С легкой ползой Блин скажешь Самый памятный матч В котором Ты принимал участие Самый памятный Давай игру в Витебске возьмешь Все-таки Возвращение Серьезно? Да Я думал сейчас Баварит И скоро Каждую минуту Каждую секунду Воспоминания Все-таки Витебск Бавария шел Ну Мы постепенно шли-шли И пришли И все как бы Ну я же говорю Что все как будто Казалось Ну так и должно быть А тут когда ты Ну столько времени Ждешь этого момента И он случается Ну это важный момент Мне кажется Это эмоционально Это самый запоминающийся момент А лучший стадион На котором ты играл? Стадион Сморгонь Ладно Все баги на любимые Стадионы Я скажу Ну наверное Лили Вот у Лили Они только-только его построили Вот такой прям вообще Такая наша раздевалка Во-первых Огромная была И вторая комната Тоже огромная Просто для разминки Искусство на поле лежит Бери мячишки Там чуть ли не поворот Там можно лупить То есть Ну вот именно по новизне Очень вот Запомнилось У тебя какие-то нестандартные ответы Потому что хорошо Ну что сказать Ноу камп Ну что Ну ноу камп Да Ну объективно Внутри Это просто Ну это старый стадион Ну то есть сейчас живо Время такая же фигня Я ходил даже на игру туда Время был Ну это вообще Ну он сыпется просто Время на Олимпика Или на какой Стадию Олимпика Олимпийский Внутри Ну мы же еще играли с Ромой там То есть я был и там И там был в принципе И внутри и снаружи Ну блин Короче полная Камп ноу Так Самая сильная команда Против которой Тебе приходилось играть Ну Варса понятно Без вариантов Варса Б Или Барса Б не зацепил Б не зацепил Точно не Витебск Да Так Лучший футболист Против которого Ты когда-либо играл Ну я не буду брать Лигу чемпионов Неинтересно Вот если Беларусь взять Ну у тебя защитили Твой Ну защитники Да А давай и там и там И Лига чемпионов И Беларусь Ну Лига чемпионов Маскерана Мне Ну с Пике Как-то вот Маскерану прям жестко Так вообще вот Плотно Не дают вздохнуть Пике он Ну я думаю Он наш Он такой фриш Больше Он вообще На таком расслабоне Чисто Шакира Вообще Отдыхает А не писал Пике Тебе не звал Там в свою Медиалигу испанскую Я кстати Когда в ютубе С этой темой Один раз Попал В этот вот Там Видео было Пять миллионов просмотров И в инстаграме Когда тэштегин В угловом был Я хотел у него мяч забрать И он развернулся Короче Я так и начал Я не смогу Видео Мне потом друг присылает Я говорю Давай отмечай меня Сейчас подписчикам В инстаграме наберу Короче Сто тысяч И все И нормально Заживем На рекламе сразу Но не отметил друг Не отметил Блин Жалко было А если брать чемпионат Беларуси Ну ладно Егор Филипенко Так ты же с ним в одной команде А Мы против Против тоже играл Лучший футболист С которым ты когда-либо Играл в одной команде Тоже не Родиона Виталик Конкурент Нет Ну мы же не берем Что конкурент Не конкурент Просто вот Ты был в одной команде И уровень футболиста Вот прям Для меня Виталик Топ нападающий Вообще Беларуси Когда Брест снова Ставит чемпионом Тяжело сказать Сейчас такой уровень У нас чемпионата Подровнялся Понятно Я желаю Бресту Чтобы они Каждый год Становились чемпионами То есть я хочу Чтобы клуб Выстроил такую структуру Внутри Во всех отношениях Медиа Опять же Организация Спортивная часть Чтобы Благодаря этому Они не вопреки А благодаря Поднялись наверх И болельщики Брестки Объективно Это лучшие болельщики Беларуси Поэтому они заслуживают Чтобы команда Была каждый год Чемпионом Кажется Что в этом году Будут Ну вполне возможно Вполне возможно Дима сказал Уровень подровнялся Мы сами это видим Поэтому тут и этот И в следующем году Вряд ли там что-то Поменяется по уровню чемпионата И через год Наверное тоже Поэтому Когда Как не в эти Пять лет ближайшие У нас и с катаклизмами играет Понимаешь Корона была Единственный чемпионат Который продолжал Ну не там сколько И Зимбабве И кто там еще Играл чемпионат Ну и пользуясь случаем Хотелось бы Передать привет Александру Вячеславовичу Александр Вячеславович Здесь есть Прекрасный кадр Может быть Рассмотрите Как вариант Дима Мозалевского Дорогие друзья Настало время Для того чтобы Разыграть мяч С автографом Дмитрия Мозалевского Что вам нужно сделать Традиционно Угадать Счет матча Динамо Брест на Афтан Который состоится В эту пятницу 26 апреля Угадывайте счет матча Выигрывайте мяч Ну и смотрите Белорусский футбол До встречи на банке Ну что ж Дорогие друзья На этом выпуск Подошел к своему завершению Дима Спасибо большое Что уделил нам время Спасибо большое Что приехал к нам Было очень приятно Легко Самое главное Провести это время В твоей компании Спасибо Спасибо вам А себя скажу Дима Вот два часа Вот я вообще не заметил Два часа серьезно Даже чуть больше Да Но в целом И знаешь Я согласен с Витей Вот с тобой Настолько легко разговор вести То есть там Ты не пытаешься Из тебя что-то там Достать Ты сам все говоришь И за это тебе спасибо Вот я да Соглашусь Для меня очень важно было Ну у меня друзья В основном все такие Потому что для меня вообще Слово друг Это очень большое значение Их у меня не очень много И вот будь собой Просто не надо никого Придумывать Вот какой есть Я такой Ну я может где-то там Могу пострадать за свои слова Ну вот я говорю Как у меня изнутри Распирает Поэтому вот это очень Для меня важное качество Дима спасибо большое Было хорошо Спасибо вам Классно Я очень рад Спасибо Позвали Позвали Позвали